Чёрное зеркало Которая, как всегда, вам представляет редакция подробностей В студии программы, её ведущий Евгений Киселёв Как всегда, мне помогает мой коллега Алексей Лихман Здесь у нас в студии собрались политики, политологи, эксперты, журналисты И начать мне сегодня хотелось бы вот с чего Тревожные сообщения поступают из Москвы о состоянии здоровья Надежды Савченко У неё сегодня 76-й день голодовки 15 дней, как она отказалась от уколов глюкозы Известная российская правозащитница, журналистка Член общественной наблюдательной комиссии За местами принудительного содержания граждан Елены Масюк Сегодня у неё побывала в тюрьме и говорит, что видно невооружённым глазом Как ухудшилось её состояние здоровья Сегодня Совет по правам человека при президенте России Призывал освободить Надежду Савченко С призывами такого же рода обращались очень многие политики других стран Магерини, лидер европейской дипломатии, выступила на днях с соответствующим заявлением Порошенко, президент Украины, говорит, что требует освободить Савченко И, тем не менее, пока что она находится в тюрьме И продолжает голодовку Здесь у нас присутствует Мустафа Джамилев Лидер крымско-татарского народа Сам в прошлом диссидент-правозащитник С колоссальным стажем Мустафа, я вас приветствую Спасибо, что согласились Приять участие в нашей сегодняшней программе И хотел вас спросить вот о чём Вы обратились к Надежде Савченко с призывом прекратить голодовку Она вам ответила, что будет продолжать голодать Будете вы её опять просить? Конечно, могу попросить, но вряд ли она послушает, потому что она высказала свои доводы Почему она будет продолжать голодовку Мои доводы были такие, что это не та страна, которая руководствуется гуманными принципами Сейчас и мы всё равно будем делать всё возможное для её спасения Обязательно спасём Но нам важно, чтобы она сохранила свою жизнь Но она ответила пока мне, что... Ну, сослалась на то, что вы 303 дня голодовали А я всего пока столько Я буду продолжать, потому что хочу быть Отстаивать интересы своей страны Но дело в том, что, знаете, голодовка, которая у меня была И у неё они очень отличаются Там в советское время практиковалось принудительное кормление Это когда надзиратели держат за руки Роторасширителем открывают зубы и шлангом кормят Тогда пищеварительные органы как-то работают У неё значительно хуже Потому что у неё только делают уколы И это опаснее Опаснее ещё в том плане, что её будет выводить из голодовки Будет ещё значительно труднее Восстановить полностью здоровье будет очень трудно Многими месяцами придётся выводить Вот такая вот драматическая ситуация Ну хорошо, она же, судя по всему, не собирается прекращать голодовку Она же может умереть, если называть вещи своими Это не исключается, да Я говорю, даже если она сейчас прекратит голодовку Будет очень трудно её выводить и привести её нормально Чтобы она не пострадала никакие органы Но если она ещё дальше будет продолжать Это будет ещё драматичнее У нас на связи адвокат Надежда Илья Новиков Он находится в телевизионной студии в Москве Илья, добрый вечер Скажите, пожалуйста Добрый вечер Есть ли какие-то обнадёживающие Сведения о судьбе Надежды Савченко Услышан ли призыв, с которым сегодня обратился Совет по правам человека Президенте России К главе Следственного комитета К Бастрыкину Илья Он, безусловно, услышан Но в этом не сомневаемся с коллегами В том смысле, что его восприняли Пока что единственной реакцией на все события И все просьбы вокруг дела Савченко Было то, что спикер Следственного комитета Господин Маркин На этой неделе объявил нам Что дело будет доведено до суда И что, по его мнению Савченко уговаривают продолжать голодовку Правозащитники и адвокаты Что, конечно, полная ложь То есть, они, безусловно, наши оппоненты Следственный комитет России Понимают серьезную ситуацию Я не думаю, что господин Бастрыкин Находится в заблуждении Относительно того, что его посредственный Может умереть в ближайшее время Но положительной реакции То есть, готовность идти на встречу Менятия мира и пресечения мы пока не увидели Скажите, когда вы последний раз видели Надежду? Вы или ваши коллеги по команде адвокатов? Я виделся с ней вчера, в четверг Она намерена продолжать голодовку? Да, она намерена продолжать голодовку Хуже всего было в среду, в день суда Накануне среды ей дали Какое-то поддерживающее питье Мы не знаем до сих пор, что это такое было После которого у нее заболел желудок Вот весь день в среду у нее болел желудок Она с трудом участвовала в суде Она с трудом могла сидеть прямо Вчера ей было чуть лучше Сегодня с ней встречалась ее сестра Которая прилетела в Москву, Вера Савченко Я разговаривал с ней после того, как она вышла из СИЗО Она говорит, что у Надежды Боль желудка все равно продолжается По нашим сведениям, которые у нас имеются Со слов Надежды И из тех материалов, которые мы получили По итогам визита немецких врачей в СИЗО Мы полагаем, что ее желудочный пузырь Находится на грани того, чтобы остановиться И у нее намечаются серьезные проблемы с почками То есть то, о чем мы говорили То, что ее внутренние органы Могут пойти в разнос в любую В любой день, в любую минуту Похоже мы к этому подошли уже вплотную Илья, извините, а российские врачи продолжают Настаивать на том, что состояние Надежды Удовлетворительное, как это было буквально 10 дней назад Да, сегодня опубликован релиз СИНа О том, что сообщение защиты и правозащитников О том, что Надежда Савченко подошла Опасно близко к черте За которой не будет возврата Вот эти наши утверждения Были в СИНом опровергнуты Со ссылкой на своих тюремных врачей Которые утверждают, что Савченко находится В удовлетворительном состоянии Мы не считаем, что это так А возможно организовать какую-то независимую экспертизу Состояние здоровья Надежды Савченко? Ну, фактически она и была проведена немецкими врачами Ну, немецкие врачи были у нее Сколько, получается, 12 дней назад Поскольку состояние меняется довольно быстро И она уже с того времени потеряла Там определенную массу своего тела Да, мы надеемся, что на следующей неделе Такая комиссия будет организована И в случае продолжения обладавки Такие обследования будут регулярными Но для этого нужна определенная добровольность Со стороны ФСИН и Следственного комитета России Илья, Надежда до сих пор принимает только воду Да, вот на сегодняшний день Она отказалась от инъекции глюкозы И такая ситуация у нас и до сегодня Правильно мы понимаем? Инъекции не делаю с 10 февраля С этого времени она, насколько я понимаю, один раз пила Какой-то напиток, который дали врачи Из того, что она пьет постоянно Это вода и чай Первый месяц голодовки У нее вынесли все продукты из камеры У нее не было даже заварки Сейчас у нее есть заварка для чая Спасибо, Илья А есть угроза того, что ее будут принудительно кормить? И что вы будете делать в этой ситуации? Такая угроза есть Такая угроза есть У нас в законе есть положение о том, что в случае непосредственного риска для жизни По заключению врача может быть принудительно кормление Врачи тюремной больницы СИЗО-1 матросской тишины Конкретно Самсон Мадаян, главврач Обещали надежде, что до тех пор, пока она не впадет в кому То есть пока она будет находиться в сознании К ней такая мера применяться не будет В случае, если она будет применяться Мы об этом сразу же узнаем и сообщим об этом вам Скажите, пожалуйста, последний вопрос, Илья Как на ваш взгляд Что можно сделать Здесь Украинским политикам Что может сделать международное общественное мнение Европейские политики Для того, чтобы добиться перемены судьбы Савченко Илья На 1 марта у нас запланирована Всемирная акция поддержки надежды Она будет проходить в Москве В форме части шествия Посвященного То, что называется шестая весна Посвященная борьбе с кризисом И антивоенной направленности Такая акция Там будет колонна посвященная надежде Савченко В Киеве будет молебен За надежду Межконфессиональной Которая пройдет Сколько я помню В час дня по киевскому времени На Софийской площади То есть То, что может сделать рядовой человек Не политик Для поддержки надежды Это присоединиться к какой-то из этих акций Политики, разумеется, могут оказывать давление на Россию Продолжать дипломатические усилия Для того, чтобы руководство России осознало все последствия С которыми он столкнется после смерти надежды Которая вполне может случиться в ближайшее время Будем надеяться на лучшее Спасибо Илья Это был Илья Новиков Адвокат Надежды Савченко По телемосту Из Москвы У меня теперь вопрос Ну, представителям власти У нас здесь находится Замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шымкев Вот что вы можете сказать Что Какие усилия предпринимаются На высшем уровне Для того, чтобы добиться Освобождения надежды Савченко Ведь многие Ожидали, что Ее освобождение Об этом говорилось публично Это часть минских договоренностей Действительно Частина минских договоренностей Ее освобождение всех заручников И то, что Россия не выполняет Это один из прикладов Невоконания минских договоренностей И других договоренностей Мы просто сейчас это видим Протягом всех встреч Всех звонков Всех публичных выступлев Президент Украины Поднимает вопрос Ди Савченко Это вопрос Весь час На порядок день У всех Международных политиков На минулому тиждень Лекарь с Феофанії Їздив Безпосередньо В Москву Замість 40 хвилин Утримали 8 Ну, мы все знаем Про те, что Россияни Роблять Як до цього Ставитись оцінки Я думаю, что Світовые приклады Багато Один из прикладов Это Нельсон Маддела Аналогичная ситуация Але Зараз Мы Пожаем, что Требно Продолжать Постейні Переговоры И переконания И тиск Ну, может быть Давление Нужно Что отвечают русские Росиане Як завжди Пояснюють Что Розказывают Свою историю Классичную Яку вони Всех сейчас Розказывают Що Надія З'явилась На території Росії Вони Відкидають Всі Будь-які Звинувачення Пропозиції По Звільненню То есть Идут В несознанку Это называется Уходят В несознанку Так Понятно Вот здесь у нас Юрий Тандит Который Занимается От СБУ Освобождением Пленных Вы Знаете Я хочу Вначале Повторить Какой вопрос Я хотел бы задать Илье Мне очень интересно Было бы узнать Кто-то из священников Пытался Там в Москве Попасть К нашей надежде У меня вопрос Этот есть Потому что Когда я был И встречался с Кириллом Я говорил им Об надежде Я шептал ему На ухо Спасите надежду Второе Я знаю Что Говорят Со слухом Плохо Я не хочу Его судить Но Думаю Что церковь Могла бы Но он ответил Вам что-то Возможно Пообещал Кирилл Близок Он пообещал Помочь По факту Я уже тогда Буду этими же словами Говорить Нам не стоит Перед свиньями Метать бисер И понятно Что для нас И для всего мира Вопрос надежды Ее освобождения И спасения Это вопрос Один из самых важных Он уже не важный Он уже просто Он уже даже не наболевший Я еще раз повторяю Счет идет не на месяц И возможно даже не на недели Услышьте меня У меня вопрос такой Я в конце концов СБУ Наверняка имеет данные О том Российских О тех российских гражданах Которые занимаются Разведанной деятельностью На территории Украины Не все они защищены Я полагаю Дипломатическим иммунитетом Ну там взять Арестовать Российских шпионов И дальше заниматься Обменом В свое время Американцы Арестовали Группу Российских шпионов И мгновенно добились Освобождения Тех людей Которые они хотели Мы это делаем Но я вам так скажу Что Это не имеет вообще Значения для тех Кто находится там В Москве Они одержимы Идея удержания надежды Да И никто в этом смысле Мы даже ее не можем Забрать в посольство Мы об этом говорим Мы просим Она в том состоянии Что она Ну В этом состоянии Вообще Не опасна для них Они ее удерживают Есть определенная команда Ее удержать И мы ее просим Остановиться Ну вот смотрите Я хотел бы Сейчас процитировать Письмо Открытое письмо Письмо писателя Владимира Войновича Тоже в прошлом Политического изгнанника Диссидента С которым он сегодня Обратился К президенту России Он написал следующее Письмо очень короткое Если молодая Украинская героиня Надежда Савченко Умрет в российской тюрьме От голода Это Быть может Никак не оскорбит Чувство вашего электората Господин президент Но вам Следует подумать о том Какое впечатление Это произведет На мировое общественное мнение Вполне возможно И легко предсказуемо Что оно Отреагирует на это Даже острее Чем на присоединение Крыма Или войну в Донбассе Люди так устроены Что иногда Смерть одного человека Потрясает их больше Чем гибель Сотен на поле боя Отношения к вам За пределами нашей страны И сейчас Незавидные Но после смерти Савченко Вам лучше будет Не появляться В столицах западных государств Толпы людей Будут встречать вас Оскорбительными выкликами И швырянием вас Чем-нибудь дурно пахнущим А имя Савченко Станет нарицательным О ней будут слагать легенды Писать книги Снимать фильмы И называть ее именем Улицы и площади Пожалуйста Не позорьте Лишний раз себя И Россию И не допустите гибели Этой отважной женщины Судя по вздорности Обвинений Которые ей предъявлены Она должна быть просто Освобождена Вы знаете Очень тяжело Это не человеку Который находится в Кремле Остановить это все Потому что он уже будет Не тем Кем он есть сейчас Нельзя говорить О держимого человека Юрий У меня вопрос Вот здесь у нас присутствует Один из лидеров Российской оппозиции Глава Движения Демократический выбор Владимир Милов Вот вы скажите Который знает Лучше всех Наверное здесь Присущих ситуацию Изнутри И сталкивались вы тоже В том числе С российской Пензенциарной системой Вот Можно ли рассчитывать На милосердие Владимира Владимировича Путина Микрофон возьмите Пожалуйста Только Давайте Если честно У меня плохой прогноз По этой ситуации Я извиняюсь заранее Перед всеми Но Во-первых Я уверен Что здесь Решение принимает Только первое лицо То есть лично Путин Никакие следственные комитеты Это все Такая Можно Постретенную не обращаться Это дрессированная Мышей все В реальности Это настолько серьезный Кейс высокого профиля Что здесь решение Принимает только Путин И вы не должны забывать Насколько это жестокий человек Мы помним Как по детям Стреляли в школе Из минометов И как травили Заложников В Норд-Осте И Все это делалось По одной простой причине Что этот человек У него Есть такая убежденность Что он не может Когда на него оказывают давление Он не может прогнуться Вот как он считает Он покажет Свою слабость Вот все эти сотни жертв В тех случаях О которых я говорил Они были обусловлены Ровно этим Сейчас это для него Мне кажется Принципиальный вопрос Потому что Во-первых Он считает Надежду Савченко Солдатом армии врага Который пойман На поле боя Он же и высказывался На эту тему Ровно в таком духе Публично И во-вторых Ну что здесь говорить Здесь есть такой большой Моральный момент Потому что Надежда Демонстрирует Удивительную Стойкость духа В этой ситуации Многие говорят Что рассчитывали Вот возьмем сейчас Женщину Она дрогнет Я бы сказал Евгений Она символизирует Стойкость духа Украинской нации В этой ситуации Которая у нас Год назад Когда вот все это Началось В большом смысле Слово С Украиной То очень многие Люди Над украинской нацией У нас в России Так похихикивали Относились к ней Пенебрежительно И в общем Говорили о том Что ничего такого Не существует Мы об этом Вытрем ноги Но в этом смысле Это такой символический Случай И я так понимаю Что уже давно Была пора Надежда в крайне Тяжелом состоянии Давно была пора Отступить То что При всем том Что все все понимают При том что никто Не отступает назад Я уверен Что причина Это именно Вот жестокость И упрямство Вот этого самого человека Спасибо Спасибо Вот пожалуйста Алексей Рябчин Однопартиец Надежды Народный депутат От Буткевщины Вот что делать У вас есть Ответ на этот вопрос Для начала Я хотел бы Немного Погазарничать Вашей студии И подарить вам Такой подарок Который мы будем Предлагать каждому Депутату в понедельник Одеть на серед Символизируя Я знаю Что и коалиция И оппозиция Поддержат это И если вы не разряжаете Отвечусь По хозяйнику Спасибо Кабанава Спасибо Второе То что я хотел бы Сказать Что неделю назад Мы действительно Летели с украинским врачом И с Феофани С надеждой Что российские власти Выполнят свои обещания И дадут доступ Украинским врачам К Надежде Савченко Дмитрий упоминал Было 8 минут Свиданием Это было Свидание Веры Сестры с Надеждой Украинского врача Так и не пустили Мы Отвивали пороги тюрьмы И так не получилось Но Мы коротали время Тем что читали Те медицинские статьи Которые он Взял с собой И Английское слово Hunger Strike Оно намного больше Отражает Российская или украинская Голодовка Голодование Именно Hunger Strike Стрип Протест То что делает Надежда Это протест Против своего заточения Это протест Против попрания ее чести Как украинского офицера Как летчицы Как кадрового офицера Который Не совершал тех преступлений И протест против попрания Собственного имени И Это протест И против И за Украину Я думаю Что никто За последнее время Не сделал так много Для Украины Как Надежда Савченко О чем уже многие Мои коллеги говорили Сегодня я получил Я получил звонок От представителей Украинской группы 1 грудня Которые просили Передать Содействовать Передаче письма И они тоже просили Вячеслав Брюховецкий Богдан Гарулышин Любомир Гузар Точно так же просили Надежду прекратить Голодовку И это письмо Будет передано И в ближайшее время Сегодня Магерине Представители США То есть постоянно Во всех переговорах С иностранными делегациями Именно Надежда Савченко Звучит в первых предложениях И Единственное Что мы сейчас можем сделать Так как это решение Действительно политическое И зависит только от одного человека Это Помолиться за надежду В это воскресенье Вместе Вместе Со всем Вместе со всем миром Я думаю Что эта молитва Это коллективная энергия Должна придать ей силу Это то что ей сейчас необходимо Надежда нам нужна Живая И не в виде Просто символа Который здесь Или в Верховной Раде А в виде Живого человека И поверьте мне Этот человек Сделает очень много Для Украины И в Верховной Раде И в дальнейшей своей жизни Спасибо Спасибо Мы Сознательно начали Сегодняшнюю программу Именно с этой темы Потому что Действительно Время не ждет Счет идет Может быть даже уже не на дни А на часы И Как бы Наш долг Моральный долг Наша обязанность Бить тревогу Всеми доступными Всеми возможными методами Хотя конечно На минувшей неделе Больше всего Говорили об экономической ситуации Которая отодвинула Назад Даже события Которые продолжают Происходить на Востоке Вопрос о исполнении Минских договоренностей Который кстати Сегодня стал Темой Специального Заседания Экстренного заседания Союза безопасности ООН Созванного по Требованию Франции Насколько я понимаю Заседание Вот сейчас Продолжается И мы Попросим Сейчас наших коллег Которые дежурят Сообщать Нам Любые новости Которые могут приходить Из Нью-Йорка Ну и конечно Сегодня год Как Арсений Яценюк Стал премьер-министром Он Сегодня дал Большое интервью Сразу многим Украинским телеканалам Я не буду его пересказывать Я скорее бы Два слова сказал О Заметке Которая появилась На сайте журнала Новое время Заметки Народного депутата Блока Петра Порошенко Оксаны Продан Которая является Первым заместителем Одного Главы Одного из Ключевых экономических Комитетов Парламента Где она Удивительно Жестко критикует Итоги Этого года Премьерство Арсения Яценюка Перечисляет Ошибки Которые На ее взгляд Ею допущены Простите Там Правительством Допущены И В конце Пишет Что В течение Прошедшего года Дважды Формировалось Правительство Был избран Президент Был переизбран Парламент Заменен Глава Нацбанка Генеральный Прокурор Украины Не менялся Только один Управление С которым Внимание Путем Манипуляций Угроз И шантажа Заставляет Верховную Раду Принимать Инициированные Им законы Которые Игнорируют И позицию Министров И позицию Депутатов Это Премьер-министр Арсений Яценюк Результаты Его работы Говорят Только об одном А Король-то Голый Оксана Продан Депутат Блока Петра Порошенко В какой мере Это Отражает Позицию Самого Блока Мне интересно В какой мере Это Отражает Позицию Администрации Президента Это Вам Прежде всего Дмитрий Вопрос Я не буду Комментовать Оксану Неужели все так плохо Я спробую прокомментовать Людей Зовсем Иншой Ментальности Певна Критичная Маса Почала Збільшуватися Для Прийняття И законов И Иніциирования Змін Я Роблю Відлік Реформованию В країне Все До декабря Мы должны все Писать Ну От Ми Бачимо У меня Особисті Приклади Якщо Подивимося На Ну Я Приклад За Я Брав На себе Відповідальність Коли Прошула Админістрацію Президента Це Тендер На 3D Якщо Би Робили Все По указу Який Ми Розраховували Про Швидко Ми Будь Все Закончили В Жорні Ми Закончили В Чотири Місяці Де Все Мене Застрягало Це Був Секретарят Кабінету Міністрів Це Факт Дуже Багато Бюрократії Дуже Багато Неефективності Я знаю Як Сьогодні Багатьом Міністрам Складно Призначити Заступників Через Що Вони Проходять А Перший Документ Як Через Що Проходять Ну Пару Приміру Це Складний Процес Погодження Класична історія Про Укр Екоресурс Він Вжитянеться Стільки років Його Шеремета Намагався Знищити Зараз Айварес Намагається Знищити А він Такий Як Весь час Повстає І Не з'являє А це Старе Наслідие Или Саботаж Це Знаєте В політиці Я Нещодавно Подивився Там В англійському Визначенні Воно Складається З трьох Ключових Снів Боротьба І за можливість Приймати Рішення Яке впливають На велику кількість Аудиторій Але приймати Рішення Дуже часто Мені здається Ми не спостерігаємо За прийняттями Рішення Тому що Багато речей По дерегуляції Можна приймати Постановлено Кабінету Міністрів Це правда Але Треба розуміти Що дуже багато Ініціатив Які виходилися На попередній парламент Вони розбивалися Також Про попередній парламент Тому я Дивлюся Сподіваннями Ті процеси Які почали Відбуватися зараз Щодо Знову ж таки Напрацювання Реформи Реформи Ну Нацрада почала Працювати реально З грубо Нацрада реформ Коли ми зустрічаємось І приймається рішення Є відповідальні І з'являються Певні етапи Коли повинні Бути виконані Це факт Ну от Алексей Рявчин К вам хочу обратити Вопрос Тот же самий Ви согласны С той жёсткой критикой С которой Выступила Оксана Продин Вот Вы тоже член коалиции Да Мы как коалиция Действительно Выбрали Проголосовали За это правительство И Ну лично у меня Как у человека Который пришёл В Верховную Раду Дмитрий там Семь месяцев Работа В органах Я третий месяц Например Лично я Познакомился С офисником У меня было Первое мое впечатление И они были И положительные И отрицательные Первое впечатление Когда мы обсуждали В Верховной Раде Законопроекты Два дня этого же дня Проголосовали Нам сказали Когда я услышал Ну мы не соберём Просто своих людей Потому что у нас уже Билеты там закуплены Мы куда-то улетим Для меня это было Непонимание вообще Как такое Как такое Вообще можно Можно произносить То есть Плюс постоянное Списывание На войну Результаты Своей деятельности Неспособности Результатов Реформирования Для меня Ну уже это звучит Как отговорка И со встречи И когда ты встречаешься С европейцами С американцами Они говорят Ребят Ну в начале Это могло звучать Как отмазка Но сейчас Пожалуйста Делайте свою работу Делайте своё домашнее задание Которое вы обязали взять Делайте реформы Войной Вам весь миром Помогает стабилизировать фронт Вам весь мир Помогает оказывать Давление на Россию Вы пожалуйста Занимитесь тем Чем вы обязаны И можете заниматься Вот видите Вот такая вот реакция Алексей извините Я вас перебью Это реакция За границей Какая А вот какая реакция Внутри страны Мы можем посмотреть На результаты голосования Которые проводила программа В интернете Вопрос На сайте подробностей Люди могли ответить На вопрос Какое главное достижение Премьера ЗАГО Ну как видите Благодарны Большинство Подавляющее Благодарны За курс Гривны 30 На втором месте Евростена Из сетки Рабицы Такой вариант У нас За грузина В правительстве Благодарны Чуть более 7% И 3,5% Приблизительно Победы Народного фронта На выбор Ну вот тут Я не могу Не предоставить Слово грузину Который правда Не в правительстве Но который Часто бывает В Киеве Который Насколько я знаю Очень внимательно Следит За тем Что здесь происходит И даже В некотором смысле Я является таким Добровольным координатором В работе Тех грузинских политиков Которые помогают Украине Это Георгий Вашадзе В прошлом Один из министров В правительстве Саакашвили Я попрошу Поприветствовать На самом деле Кто не знает Все наверняка Слышали про Дома правосудия Про дома юстиции В Грузии Где Любой вопрос Гражданин Может решить Касающихся Его отношения С властью За Несколько минут Или там Несколько десятков Минут В худшем случае Вот Георгий Вашадзе Эти самые Дома И создал Спасибо большое Так вот Как Вам кажется Первое Что я хочу Отметить Что Те Как бы Бывшие грузины Которые сейчас Парлам Про правительство Они больше не грузины Они гражданы Украины Может быть Этнически Они грузины Но они являются Гражданами Украины Второе Что Бывших грузин Не бывает Второе Что Если Прямо скажем В кабине Только лишь один грузин И Бывший грузин И Как бы Замминистры Есть И Есть Замы По разным Направлениям Что касается Реформ Которые Сегодня Есть Это правда Что Надо обязательно Критиковать Кабмин Надо обязательно Критиковать Министерство Потому что Все хотят Намного быстрее Процессы Чтобы пошли Да Если Прямо сказать Думаю Что Может ли Больше Сделать Кабмин Думаю Что да Может больше Сделать Подход Правильный Где то да Где то нет Потому что Знаете Как Самое главное Это Подход Чему не Сделал Если Может Это Я не могу Отвечать Я Не могу Это сделать Версия Подход Подход Самая Большая Проблема Реформировать То что Есть Фактически Невозможно Надо Создавать Новое И отказаться От старых Систем Тот Кто начнет Реформировать Старые Системы Максимум Что мы Получим Это Косметически Так сказать Реформированную Систему Которая Опять И опять Будет Мешать Людям Нормально Как бы Реализовывать Сразу вопрос А что же Сейчас происходит Косметический Ремонт Ретуш Или Просто Такая Затяжная Я могу Сказать О конкретных Направлениях К примеру Министерство Внутренних Дел Экосгуладзе Которая Там Начала Она Начала Строить Новое И отказываться От старого Совершенно Новая Система Патруля Новый Набор Кадров И Как только Эта система Войдет В силу Уже Старая Система Не будет Существовать Конечно Те кадры Которые Работали Той ГАИ Могут Участвовать И в новых Конкурсах Никто Не говорит Что они Не могут Участвовать Но это Локальная Штука Согласитесь Это Не системная Вещь Почему Есть Конкретное Направление Есть Конкретная Система Которая Работает Над тем Чтобы Наша Жизнь На дорогах Была Нормально Мы ходили Гаишники Не были За кустами Которые Как-то Хотят Нас Оштрафовать А наоборот Чтобы патруль Превентивно Работал Над этим Я не говорю Что это Вся система МВД Однозначно Но Самое главное Сейчас Нужны Некие Символы Которые Должны Обязательно Появиться Что в стране Что-то Меняется Что кто-то По-другому Себя ведет У Давидя Сапарелидзе Который Замом Генерального Прокурора Назначен В следующей неделе Уже будет Четкая Презентация Что он Будет делать Конкретно В конкретных Направлениях У Сандро Квиташвили Очень трудное Дело Прямо скажу Потому что С ним борется Самая коррумпированная Система И это не Сама система Только Министерство Здравоохранения А это Очень много Олигополи Которые Создавались Годами В Украине Конечно же Его никто Не будет любить Потому что С ним Никто не смог Договориться Но у него Есть четкое видение Как он будет Это все сделать Как надо Изменить Системы Тендеров Чтобы Миллионы И миллиарды Не заработали На это И так далее Что касается Когда они Покажут Свои конкретные Результаты Мы результаты ждем Не только от Грузинской ветки Правительства Мы хотим Говорить о правительстве Лучше Написать Иностранцы Правительства Потому что Не только Грузины Правительства Есть другие Тоже Может быть Грузины Больше Ведя Не знаю Извините Я хочу Обратиться Ко всем нашим Экспертам Мы вас всех Уже раскадровали Всех показали Но пока Молчащими Мы вас сюда Приглашаем Для того Чтобы вы участвовали В дискуссии Вы все С микрофоном Пожалуйста Включайтесь Когда считаете Нужным Пожалуйста Вадим Карасев Тянул руку Ваши плюсы И минусы Правительства Первой годовщины Правительства Ну вот Наш грузинский Хозя Говорил о символах Так Но Для простого Украинца Символы Это не Дорожный патруль А это Курс гривны Это Падение Реальных Зарплат Падение Реальных Доходов В стране Денег нет Нет доходов У людей Падает Покупательная Способность И главное Не веря в страну Она не верит Никому уже Простой Украинец Не верит Ни банкам Ни власти Ни курсу валюты Вот это самое страшное, что начинается экономическое неверие. Это хуже всего потребительское неверие. Да, с одной стороны, примеры украинского духа, героизма. А с другой стороны, вот и неверие, апатия. Так вот, почему в их стране нет денег? Страна ищет деньги за рубежом Международного валютного фонда. Министры иностранцы здесь как раз и поставлены для того, чтобы эти деньги выбивать. Но в стране-то деньги есть. Нет инвестиций. А деньги где есть? Они есть у простых людей. Они прячутся, эти деньги. Но 90 или 100 миллиардов долларов есть в стране. Их просто надо взять, забрать оттуда. Дальше олигархиев. Ну так смотрите, налоги же повышают их, и так забирают. Группная промышленность тоже. Да это не переживайте. Нет, нет. Стимулы, стимулы надо. Чтобы люди вкладывали деньги в экономику. Не боялись их, не прятали, а вкладывали, получали заход. Как они могут сложить такую валюту? Правильно. Так вот, надо и думать об этом. Нет, я к чему? Что надо менять методологию реформы. У нас почему-то реформы свелись с тому, что надо международного валютного фонда получить транш. И заделать пробоину в бюджете. Для того, чтобы отдать долги и так далее, и так далее. Нет, нет. Подождите, подождите. Послушай. Дальше. Дальше. Хорошо, мы должны работать с международным валютным фондом. Должны отдавать долги. Должны получать международную помощь. Но где внутренняя экономика? Вот, я не вижу внутренней экономической политики. Можно по внутренней экономической политике? Внутренней экономической политике. Ну, за лук, Алексей, дружно. И последнее. И последнее. Управленческая система не работает. Кто у нас отвечает за реформы? Почему реформы в Грузии были более-менее успешные? Потому что был один реформаторский центр. Президент, правительство действовали в связке, в унисон, в униформе. А у нас так. Есть Национальная рада реформ, Кабмин реформ, Верховная рада самостоятельно работает. Коалиция, это коалиционное правительство. Вы всё-таки просто... Просто нестетно. Национальное национальное реформ. Брусия... Поэтому все реформаторы... Грузия в 2004 году была камень со... Я завершаю. Поэтому все реформаторы, много институтов реформ, а реформ нет. Я просто хочу зацитировать генерального прокурора, поддержать товарища, которого с более старшего очень трудно перебить. Из наибольших наших криминальных проваджений, которые сейчас расследуются в Генпрокуратуре, следует значить и справа Укрнафта, сбытки 640 миллионов гривен, Укринтернерго, это Центрэнерго, 386 миллионов, Энергоатом, раскрадание державного майна, 166 миллионов, Укртрансгаз, раскрадание 650 миллиардов гривен. Потому что не надо списывать все на войну, у нас есть внутренний враг, еще который вы не назвали, это коррупция, это тот внутренний резерв, который мы должны использовать. Но и все можно расследовать неизапреты. Мы расследовали с прошлым, но до суда дошли считанные, а в большинстве... Да, но наш суд выпускает, наш суд выпускает, чему мы не реформируем судей? Нет, почему мы не реформируем? Реформируем суд, значит, блок реформируем. Ну, чекайте, ну вы же передергаете, реформа, судова реформа, это достаточно долготривальный процесс, потому что через месяц вступит в силу закон, который был принят, и навколо какого-то началось много процессов, но люди не хотят ждать. Нет, чекайте, мы должны... У меня простой вопрос, у меня простой вопрос ко всем. Вот сегодня премьер в своем интервью, если я его правильно понял, пообещал, что в 2016 году в Украине начнется экономический рост. Это реально? У меня, Евгений Алексеевич, вот знаете, можно два слова буквально? А можно ответить? От какого дна? Если такой подъем, то какой-то рост может быть? Вы упоминали статью продано, а была сегодня статья в журнале «Икономис», где прямо написано, что к концу 2015 года украинцы, каждый украинец в среднем будет жить на 30% хуже, чем в 1991 году, когда расстался СССР. Какой экономический рост в 2016 году от премьеры, если журнал «Икономис», британский, который трудно заподозрить в пророссийских симпатиях, четко ставить диагноз, что каждая украинец в бюджетной агентуре могла их залезать. Да, и там четко с цифрами. Украина – Юго-Восток, это журнал «Икономис», который я видел. Там четко с цифрами доказано, что украинцы бюджетки не видят. Это все означает, что это дает оформление. Конечно, если в среду доллар был 40, а в пятницу он 32, то уже как бы полегчал, уже попустил. Вот я хочу немножко, коллеги, Вы знаете, вот я, ну, как бы не первый раз на программе, и вот все время Евгений Алексеевич и Алексея призывают активнее участвовать. Вот для меня, честно скажу, сегодня очень сложно было вступить в дискуссию психологически, потому что вот я смотрю на лицо этой девушки, и вот я послушал, как мы обсуждали то, что происходит вокруг «Надежды». Парламент практически единогласно, все фракции обратились к парламенту Российской Федерации, к руководству Российской Федерации с просьбой, с требованием отпустить «Надежды». Вот сегодня был вопрос к уважаемому мной господину Шинкиеву, что нам сделать. Вот я считаю, опять же, если мы граждане своей страны, если мы понимаем прекрасно, что это политический вопрос, собрать делегацию депутатов из разных политических сил, без приехать в Москву и не выходить из Государственной Думы, пока «Надежду» не отпустят. То, что происходит сейчас в отношении экономики, то, что мы говорим сейчас об экономике, то, что произошло на этой неделе, это практически то же самое, это точно такое же отношение к нашим людям, как сейчас демонстрирует Российская Федерация к госпожи Савченко. Что вы имеете в виду? Я объясню. Ну, представьте, люди, масса людей взяли кредиты в валюте с гривневым доходом. Как они будут их возвращать? Как наши граждане, как у нас будет работать банковская система? О чем мы говорим? Мы очень много говорили за прошедшие годы об иностранных инвестициях. Если взять инвестиции, которые вложены в украинскую экономику, и сравнить их с теми инвестициями, которые вложены через банковский сектор, а что такое украинский банковский сектор? Это деньги населения. То есть это доверие. Люди принесли деньги в банковский сектор, банки взяли свою комиссию, отдали их в экономику. Только за счет этого, только за счет более-менее стабильной гривны, в Украине наблюдался экономический рост. То, что будет сейчас, с абсолютно нестабильной гривной, с абсолютно непредсказуемыми действиями правительства, вот мы обсуждаем, уважаемый мной коллега сказал о том, что есть плюсы, есть минусы. Вот какие плюсы, какие минусы? Если гражданин, я не знаю какого государства, господин Абрамаевич, будучи министром экономики, его спрашивают, как вы относитесь к падению гривны? Он говорит, это очень хорошо. Это значит, что придут иностранные инвесторы, им будет очень удобно вложить деньги в украинскую экономику, потому что все дешево. То есть на человеческом языке это значит, что за 100 долларов, 100 долларов это бумажка, которая стоит ровно столько бумаги, сколько она не напечатана. Придут иностранные инвесторы и купят за копейки и средства производства, и землю, и труд наших граждан. И это обсуждается и говорит, есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Вот пусть мне скажут, что хорошее есть за этот период. Кроме того, что мы потеряли, кроме того, что у нас гибнут люди. Вот это все понятно. И мы все время ищем врагов внутри. Нам надо собраться действительно для национального диалога, как выходить из ситуации. Те изменения в бюджет, которые предлагает на сегодняшний день правительство, это просто обязательства к тому, чтобы мы получили кредит Международного валютного фонда. Где хоть одно действие направлено на стимулирование внутреннего платежного спроса, направлено на стимулирование агросектора, благодаря которому наша страна выжила в прошлом году, для стимулирования море хозяйственного комплекса. Можно одно сказать? Опять и опять. Просто извините, пожалуйста, но Украина в этой ситуации, потому что было слишком много дотаций со стороны государства и со стороны бюджета. Если сейчас государство опять, значит, дотации для того, чтобы стимулировать агросектор, стимулировать другой сектор, хотя бы какого-нибудь сектор, это приведет вообще к развалу этой страны. Почему? Потому что нельзя с госбюджета финансировать... Не надо финансировать. Разное... Одно дело протекциониста, другое дело финансирование. Нет, нет, неправильно. Неправда. Неправда. Потому что протекционист губит любую страну. Подождите, а почему две трети в Европейском Союзе субсидии на секторе? Почему? Европейский Союз, почему? Европейский Союз. Я скажу почему. Я скажу, потому что это уже становится некакунатно способными продуктами из-за того, что финансировали там угольное производство некоторых... И так далее. Из-за этого экономика неправильна вообще. Люди, никогда не было хорошей экономики, промышленности не было. Знаете, как... Вы спойте, пожалуйста. 5 миллионов человек, вы не путайте. Давайте, 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 давайте на другое место. Вы не путайте. У вас никогда... У вас не было промышленности. В бюджете нет денег, и мы говорим, что давайте сейчас дайте дотации, не знаю, сельскому хозяйству, дайте дотации с заводом, чтобы строить. Я прошу прости, не перейдем. Не перейдем. Это будет гиперинфляция. Еще раз говорю. Она уже нет, куда можно, куда может быть еще более гипер. Куда может быть еще более гипер. Надо требовать другое. Не мешать бизнесу развиваться. Это совсем другое. Как не мешать? Коррупция, как не мешать? Бюрократия, как не мешать? Регуляциями, которая мешает... Ну, надо кричать их. Генерии. Генерии. Одну минуту. Одну минуту. Я одно хочу обязательно сказать. Вот такие слова мы... Извиняюсь, пожалуйста, но мы слышали в Грузии тоже. В 2012-м мы проиграли выборы. Сейчас знаете, что в Грузии происходит? Такой же экономический кризис, как тут. Почему? Потому что государство начало с бюджета финансировать сельское хозяйство. Потратило 500 миллионов долларов. И знаете, сколько рабочих мест создало? Тысячи 12. Тысячи 12 рабочих мест. Потому что это неправильный подход. Когда государство датирует. Лучше снизить налоги. Георгий, но может быть... А может быть, первое, мы не изменили налоговое законодательство, которое помогало действовать сельское хозяйство? Второе, требовать налоги. Второе, требовать дирегулировать. Третье, требовать... Ну, поймите, мы этого тоже ждем. Это другой же. А мы этого ждем. Нет, это хорошо, что у нас... И ждем уже как минимум год. Хорошо, что у нас министры горячие эссонские парни. Так? Это окей. Но, первое, не может быть Международный валютный фонд центром реформ в Украине. А я читаю интервью, читаю комментарии. Международный валютный фонд. Я согласен, Сон. Первое, реформы все должны делать. Первое. Во-вторых, правильно вы говорите. Бизнесу не надо мешать, но и помогать надо. Никогда бизнес не поднимется, если у него не будет кредитов, если у него будет денег, микрокредитов на малый бизнес. Как только государство дает замуженные кредиты, там появляется коррупция. Знаете, кому будут давать? Своим друзьям. Знаете, кому будут строить фабрики? Только друзья членов правительства. Потому что они решают кого финансировать, кого не финансировать. Создадим конкурентную среду. Вот это самое главное. Правильно. Но, понимаете, в чем дело? Есть такое понятие промышленная политика. И она есть в Британии, она есть в США, она есть в Германии. Она разная, это промышленная политика. Это тоже надо понимать. Есть крупные предприятия. И там тоже... Можете сказать, что вы подразумеваете промышленная политика? Подождите, я скажу. Когда есть крупная промышленность, нету совершенного конкурентного рынка. Понимаете, в чем дело? Совершенный конкурентный рынок, это идеальная абстракция учебника и в малом бизнесе. А там, где есть промышленность, где-то надо дотацию дать, где-то надо субсидию дать, где-то надо... Давайте я гражданину спрашиваю. Я скажу вам. К примеру, я гражданин Украины. Я спрашиваю, вы от меня берете налоги. Подождите, подождите. Почему вы решаете эти налоги давать другому, чтобы зарабатывать деньги? Это другой вопрос. Вот почему вы решаете? Скажите мне, скажите мне, почему в Европе, в европейских странах есть самолетостроение, есть крупное машиностроение? Потому что там кредит 2%. А 2%? Знаете почему кредит? Нет. А знаете почему? Потому что там есть деньги. Не государство дает 2% кредит. Кредит 2%, потому что у них стабильная экономика. Потому что банки там есть. Стабильную экономику можно добиться, только если правильные реформы делаешь. Правильные. А не то, что дотации дает. Ты сверху 10% финансируешь в твоем кармане. А вот я скажу, если бы вы проводили правильные реформы, то вы сидели бы не здесь, а вы у себя проводили бы к датчику. Это то, что говорит Юрий. Сейчас секунду, но дай мне. Я буквально закончу. Я завершаю буквально одно слово. Понимаете в чем дело? Для того, чтобы работать в этом предприятии, должна быть банковская система, льготный кредит и так далее. Льготный кредит от кого? Можно спросить? Я очень прошу вопрос. Годный кредит. Послушайте, очень прошу вопрос. Национальный банк. Годный финансирует. Годный кто финансирует? А вы знаете, он финансирует. Давайте продолжим во второй части. Мы вынуждены... Почему? Почему Венгрия не дает... Вадим, сохраните настроение для второй части, пожалуйста. Еще раз спасибо за аплодисменты. Программа «Черное зеркало» продолжается. Перед перерывом у нас здесь было весьма бурное обсуждение и ожесточенные споры по поводу экономической политики правительства. Предлагаю этот разговор продолжить. Вот, кстати, мне прислали цитату из сегодняшнего выступления премьер-министра, который заявил, что боевики обстреливают Авдеевку, чтобы спровоцировать социальный взрыв в этом городе и в Мариуполе. Это было сказано сегодня на пресс-конференции. По словам премьера, в случае остановки кокса-химзавода в Авдеевке без работы могут остаться металлурги Мариуполя. Цель – остановить мариупольские заводы, оставить 30 тысяч людей без работы и спровоцировать социальный взрыв, в том числе оставив нас как государство без валюты, сказал Яценюх. А вот господин Наливайченко, глава СБУ, сегодня на пресс-конференции тоже заявил, что российские спецслужбы имеют агентуру в банках и с помощью этой агентуры дестабилизируют ситуацию на финансовом рынке. Я смотрю, что господин Тандит, который у нас представляет здесь СБУ, кивает. У вас есть такая информация? Подтверждаете информацию вашего начальства? Это точно, но я хочу добавить, кроме этого, есть информация, что сейчас в Киев приехала группа специалистов, которые будут разрабатывать мероприятия, чтобы создавать зону нестабильности уже здесь в столице. Курсы – это тоже русские курсы? Я прошу прощения, при чем здесь курс? Вы знаете, я смотрю все время на эту футболку. Я перед тем, как уйти, а мне нужно ехать, потому что мы сейчас едем в Луганскую область, я хочу сказать несколько слов и попрощаться с вами. Каждый должен делать свое дело по совести. Я еще раз использую возможность, спасибо, что меня пригласили сюда, хочу призвать всех мужчин, украинцев, тех, кто живет здесь и считает Украину своей родиной, своей страной, идти на восток, хотя бы на один день. От нас очень многое зависит. Надежда как символ, как женщина, как Жанна Дарк, если хотите, как родина-мать, молодая девушка, которая действительно для нас есть символом нашего единства. Прошу вас, может быть, с завтрашнего дня у нее действительно не будет. Завтра мы будем делать в Луганской области определенные мероприятия для того, чтобы нам жилось легче. И мы должны все идти туда, хотя бы на один день. И поэтому прошу молиться о нас, о всех, и действительно участвовать в том, что происходит. Самое главное сейчас это защитить Украину от внешнего врага. Спасибо, имею в виду. Спасибо, Юрий. Мы с вами прощаемся. Ваше место занимает народный депутат Андрей Артеменко. Здравствуйте, Андрей. Кстати, господин Наливайченко тогда, неделю назад, преподнес сенсацию, сказав о том, что у Службы безопасности Украины есть информация о том, что помощник президента России Владислав Сурков принимал участие в действиях силовиков на Майдане. Откавал приказы даже. А сегодня на пресс-конференции Наливайченко опять заговорил про Суркова, что в СБУ перехвачены инструкции Суркова террористам ЛНР и ДНР, информационные темники, где сообщается, как они должны реагировать на действия властей Украины, и в частности говорить о том, что введение миротворцев противоречит... Предложение о введении миротворцев есть не что иное, как нарушение минских договоренностей. Ну, вот так вот. Кстати, вот присутствующий здесь господин Милов, если я не ошибаюсь, в отличие от некоторых других комментаторов, вполне серьезно отнесся к этой версии, что Владислав Сурков мог быть причастен к событиям на Майдане. Ну, у меня конкретных данных таких нет, но я совершенно не считаю... Нет, но те, кто тоже не имел никаких конкретных данных, громко закричали, что нет, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я как раз считаю, что вполне себе может быть, потому что Сурков, когда курировал внутреннюю политику, он был, по сути дела, архитектором той репрессивной политической системы, которая сегодня в России есть. Одно из ключевых направлений его политики было выстраивание системы физических нападений на представителей оппозиции, на неугодных. Я лично подвергался таким нападениям физическим, и там в том числе были даже и убийства. Причем, ну, это не на уровне каких-то высших лиц, но на уровне рядовых оппозиционных активистов и участников акции убийства были, это факт. И до сих пор они должным образом не расследованы. Поэтому, собственно говоря, в том, что касается... ...падений на известного журналиста, которого хорошо знают здесь в Украине, Олега Кашина, очень многие помнят, да, когда его до полусмерти избили, он чудом остался в жизни. Эта история до конца не расследована, но в том, что в убийствах и в вещах, нанесенных ряду оппозиционных активистов, в то время, когда Сурков курировал внутреннюю политику в администрации президента, подозревают тех, кто боролся с экстремизмом в наших силовых структурах, и что все это санкционировалось Кремлем. Но об этом очень многие у нас в оппозиции знают, и с именем Суркова это связывают. Так что здесь я бы совершенно этого не исключал, и для меня ничего удивительного нет в том, что вот этот человек мог быть причастен к такого рода преступлениям. Я прошу прощения, у меня тогда к вам, Владимир, сразу вопрос, чтобы, коль скоро вам достался микрофон, хочу вернуть вас в экономические материи, поскольку вы не только политик, но и известный экономист, в том числе эксперт по энергетическим вопросам, которого часто приглашают комментировать эти темы на различных международных представительных форумах. Я знаю, что вы высказывались публично в печати по поводу политики нынешнего украинского правительства. Вот вам как кажется, все? Вот как наблюдателю со стороны, все ли там в порядке? Нет, не все. Я хотел бы просто извиниться сразу перед украинцами, я не хочу лезть в вашу внутриполитическую кухню, но, на мой взгляд, довольно очевидная вещь, что вот прошел уже год, и никаких явных успехов не видно. При том, что есть набор вот нескольких человек, там, международных экспертов, типа Андерса Осланга, которые все время хвалят, да, вот эти реформы. Но год это много, коллеги, год это много. И, скажем, Егор Гайдар, меньше чем через два месяца, когда он пришел в правительство, он сделал такую реформу, которая до сих пор нам вот построила просто другую экономику, которая живет. Я хочу сказать две вещи очень важные. Первое. Вы должны понимать одну простую историю. Вы советуете, да? Да. Это хороший дружеский совет. Ваше конкурентное преимущество украинское, это то, что у вас очень мобильное население, то, что у вас относительно конкурентная среда по сравнению с Россией. Сильная сторона ваша, это малый бизнес, самозанятость населения. Нельзя этой сфере повышать налоги. Это то, что может вас в период депрессии, когда у вас не работают крупные предприятия, не работают государственные институты, вот это то, что может вас вытянуть. Ну, просто пришпильте себе, я не знаю там куда, на холодильник или куда, вот просто пришпильте себе листок бумаги. Нельзя повышать налоги. И красным подчеркнули. А сейчас мы наблюдаем. А сейчас вы наблюдаете то, что у вас Яценюк любит говорить о том, что у вас сократилось количество налогов, но вы просто поговорите с вашими малыми бизнесменами. Почему они не в Москву приезжают на это жаловаться, да? Что там прежде всего с введением налога на имущество, но у них в целом выросла налоговая нагрузка. Это просто нельзя делать. Второе, о чем я хочу сказать, я понимаю, почему это происходит. Я в конце 90-х работал в российских правительственных структурах на вот среднем уровне, который как раз ввел эти переговоры с МВФ. МВФ это люди, которым плевать на развитие. Их волнует только один вопрос. Это бюджетная стабильность. Вот я извиняюсь, что прямо говорю, да? Они готовы все угробить. Да, они дают дешевые деньги правительствам стран, которые в нужде. Но это не единственный источник. Вы поезжайте к западным странам, попросите у них напрямую донорскую помощь. Владимир, давайте сразу спросим у наших членов правящей коалиции. Слышали ли они ваши советы и готовы ли они к ним прислушаться? Воспринимают для них Алексей Рябчин. Для МВФ то, что важно, это действительно макроэкономическая стабильность. То есть они не занимаются развитием. И уже от позиции государства, от переговорной позиции зависит, что будет сделано. То, что сегодня я услышал от господина премьера, что действительно наша победа, то, что мы отказались от повышения пенсионного возраста, и это то, что требовал МВФ, я считаю, что МВФ никогда ничего не требует. МВФ говорит, ребят, нам все равно, как вы отдадите эти деньги, как вы закрутите... Он просто денег не дает, он может не требовать, он просто денег не дает. Я просто, что денег попросили мы, действительно, это сейчас единственное, где вы можете дать денег. Прошу прощения, давно просит слово Тарас Черновов. Знаете, я тут пейду, мабуть, как не экономист, а саме как политолог, и, может быть, психолог до оцінки того, что происходит. Давайте так, первое, у нас до недавнего времени, сейчас происходит какие-то реформи, которые можно критиковать, правильные и неправильные, это вопрос открытый. Но раньше, какие у нас происходили реформы упродолжь, скажем, первого уряда Яценюка? Знаете, как это называется в народе? Ямковый ремонт дорог и фасадный ремонт домов. Это означает «підлатить» и «підфарбовать». Коштует дорого, эффекту не дает никакого. Вот это у нас происходили такие реформи. Реально, когда мы в первый раз почули, что есть хотя бы названные реформи, которые нужно провести, хотя бы чётко сформулировано, что нужно сделать. Это был то, что президентский проект, загальный реформ 2020. Можно тоже причипливаться, критиковать, но у меня снова возникает вопрос. Большая из этих реформ, это и ответственность Кабинета Министров, это относится его. В направлении, который отвечает президент, там очень мало. По международной политике у нас практически нет потребностей в прямых реформах. У нас есть реформы в армии, они где-то там уже немного ведутся, и армия, по суті, поменялась. Все другие, ответственность уряду. Уряд ни разу про это, ни разу, 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 ни разу. С появлением нового уряда начались какие-то спроби, потому что поменяли ситуации. Первый уряд, это был, все понимаем, фактически уряд одной политической силы. Сейчас он более-менее разбитый. Даже в национальном понимании он уже разбитый. Начинаются какие-то какие-то спроби реформы. Частина, там, скажем, по реформе милиции, я думаю, будет успешна. Частина, побачим. Но, принаймні, что-то пошло. Но сейчас возникает следующий момент, который меня начинает серьезно тревожить. Мы очень часто забываем, кто у нас за что отвечает. Давайте вспомним, Украина, как называется, парламентская президентская страна. Основный парламент, второй президент, и где-то, как выполнительная структура, и где премьер-минстр. Так вот, когда у нас все делается почти все в порядке, у нас раптом про это забывается, у нас вибудовывается структура, которая называется премьерская президентская республика. Это несколько раз была очень серьезная попытка, в том числе на законодательном уровне, это сделать. Такая попытка уже не первый раз. Один раз она уже была, дай Боже память, в 2008 году, когда была попытка объединения БЮТУ и партии регионов, и тогда было принято законодательство, которое тоже отвечало нормам, про которое тогда нашу украинскую вигуковую. Вы же створите премьерскую республику, а не парламентскую президентскую. Так вот, когда все добре, все хотят перетягнуть на себя полноважение. А сейчас, раптом, когда обваливается гривня, и раптом стало плохо, от этой ответственности очень хотят втекать. И у нас возникает ситуация. Парламент реально мает 300 голосов, не может выбраться, для того, чтобы принять решение, которое, очевидно, не наиболее. Я тут угоджусь всеми коллегами, которые рассказывали, что решение, которое диктует Международный валютный фонд, как правило, не есть хорошими идеальными решениями для развития страны. Потому что их завдание иншее. Чтобы страна была способна, когда заработать те деньги, которые она позичила, и те деньги потом вернуть. Это и логика любого кредитора. Не хочешь – не позичай. Но в этой ситуации, когда мы сейчас имеем условия, что мы действительно понимаем, что мы гривня не втримаем, и внешние и внутренние факторы дают такую условию, когда мы должны сегодня негайно принимать эти решения, парламент уже не готовы эти решения принимать, парламент в кушке. Премьер. Про что мы слышим, что сегодня говорит премьер? Мы слышим сегодня. Он говорит про атаки террористов. Так давайте сразу у депутатов и спросить, готовы они или нет? Я уже остальную фразу закинчу и уже отдаю. Про что говорит премьер? Он говорит про войну, он говорит про международные усилия, он говорит про сферу своей ответственности. И совсем остальная фраза. Знаете, что меня сейчас турбует? Загадайте историю Арсения Петровича. Роль особистности в истории. Он был на очень много керевных посадах, очень разных посадах. Он приходил на посаду с триумфом. Он очень хорошо себя там поводил. Про него осталась очень хорошая загадка. Только в тот момент, когда абсолютно началась деструкция, ситуация начала выходить из-под контроля, его звезды забрали и садили в инше керевное кресло. Больше года, по-моему, он на одной посаде не затрямился, потому что за год начинается хаос. Система нужно керовать. Когда ты не керешь, даешь это в руки самим виконавцам, они сначала работают хорошо, а потом без керевника начинается хаос. Начался хаос в ураге. Мы вас услышим. И тому, мы не знаете, что сегодняшнее интервью... Наталья Агафонова, я хотел бы ее представить, народный депутат от блока Петра Порошенко. Вот конкретный вопрос, позвольте к вам, Наталья. Мы начали сегодня с того, что цитировали публикацию вашей однопартии, вашей коллеги по партии и по фракции Оксаны Продан, где она очень жестко критикует правительство. В частности говорит, что падение курса гривны до нынешнего катастрофического уровня, это есть следствие правительственной экономической политики, следствие отсутствия изменений. И в частности вот она говорит о том, что колоссальное фискальное давление на производство, 9 продавленных налогов, создают большее давление, чем те прежние 22. И что налоговое регуляторное законодательство не только не создает условия для развития малого и среднего бизнеса, о котором мы говорили, что это, быть может, самое важное конкурентное преимущество, мобильный средний и малый бизнес в Украине, а попросту его уничтожает. Вы с этим согласны? Ну, я хотела бы определиться, наверное, год, да, что такое год. Год для ребенка это мало, а для правительства это уже много. Это тот период, когда нужно показать результаты. Если мы проанализируем последний год, у нас поменялся парламент, у нас поменялся президент, у нас изменился генеральный прокурор новый назначен, у нас изменился глава Нацбанка, при этом у нас не меняется одно лицо, премьер-министр Украины. И, соответственно, за этот год ожидание и кредит доверия и населения, и людей, ожидание в экономической сфере, как действительно в парламентской президентской республике, от премьера. И здесь я безусловно... И у него, кстати, у премьер-министра еще гарантия на целый год, потому что ведь парламент утвердил программу действий правительства, и, соответственно, в течение года парламент не может поставить вопрос, а вот у него не доверие. К вопросу программы также мы должны вернуться, поскольку программа была и по настоянию парламента, коалиционное соглашение, которое было разработано парламентом, оно стало неотъемлемой частью программы правительства. Только мы видим... Да, после тяжелых усилий. Но мы видим сейчас невыполнение коалиционного соглашения. То есть парламент может в свою очередь принимать законопроекты, но мы же понимаем, исполнительная власть, она на то и исполнительная, чтобы внедрять эти законы, разрабатывать подзаконные акты. И здесь я хотела бы продолжить мысль своей коллеге Оксаны Пронов, которая сказала, что действительно во многих сферах, которые касаются регуляторной, экономической, у нас нет вот этого базиса, то есть базис у нас есть, но нет того строительного материала, который позволяет построить этот домик, и действительно, чтобы эти реформы осуществлялись. А так получается у нас, знаете, как в детской сказке про Нитнифа, Нуфнуфа и Нафнафа. Вот сейчас у меня такое ощущение, что домик, который строится, это вот соломенный домик. Вот нет, чтобы год нам строить, по каждому кирпичику отстраивать. А кто Нафнаф-то, да? У нас домик строится, но фактически мы говорим о внедрении реформ. То есть мы сейчас затыкаем, в общем-то, вот так. Там у нас денег не хватило, здесь мы, соответственно, урезали расходы и подняли налоги. И не могу не согласиться также с коллегой, который говорил об увеличении налоговой нагрузки. Вы помните еще этот советский, по-моему, анекдот, как сделать, чтобы корова меньше ела и больше давала молока. То есть, соответственно, нужно больше ее доить и меньше кормить. Вот эта налоговая нагрузка, опять-таки, в количестве налогов, девять налогов, она как матрешка. В девяти налогах еще там в каждом налоге спрятано по три. И, естественно, в той ситуации, которая есть, мне кажется, самым основным является проведение системных реформ. И также мы не наблюдаем отказа полностью от коррупционных схем, которые были в экономической сфере. То есть заявлялось много... А что такое системные реформы? Заявлялось много... Позвольте, я продолжу. О том, что... Нет, тут не интересно просто. Все говорят, что системные реформы. Сейчас объясню. Заявлялось в том, что у нас ликвидированы налоговые ямы. Но мы не видим, например, на самом деле, от бизнеса, от предпринимателей, мы слышим, что все равно еще это существует. Есть проблемы налогов. Я просто так вот это слухаю, и мне это очень интересно. Поганий податковый кодекс, неправильные податки, неправильно вписано. Я абсолютно с этим погоджуюсь. Вот только я не понимаю, а кто его ухвалював 28 грудня вночі? Кто голосовал? Это какие депутаты были? Ну, не мы, я особо не голосовал. Я против голосовал. А вот как раз ваша фактика коалиция за это голосовала. А теперь все очень понимают, сидят и все критикуют. То вы берете на себя ответственность. Мы берем наш ответственность как представители коалиции. Не, прошу, выходит очень интересная вещь. Вот есть корабель. На этот корабель обрали капитана, обрали команду. Команда – это Кабмин, Кабмин – это президент и премьер-министр. Коалиция сформировалась, матросы, так? Я не понимаю, кто у нас капитан. Нет, нет, а теперь эти, а там два капитана, они и то, и президент, и спільный капитан. Ну так не бывает. Но на жаль, так у нас есть. А теперь, а теперь, а теперь эти матросы, которые обрали этого капитана, двух, standard одни бунтуют против того капитана, а другие против того бунтуют. То, чейте, вы берете на себя ответственность. Вы тогда... Как вы можете сказать? Вы же голосовали. Вы голосовали за Арсеня Петровича, вы голосовали за весь этот урянан, вы голосовали за Putnam кодек, вы голосовали за бюджет в ночи, по выкушиваюали право, а теперь все нормально заботится. Мы голосовали за Арсеня Петровича, и мы отдали ему мандат доверия, чтобы действительно утвердили программу уряду. Тогда складайте мандаты. А потом наступное. Вы не понимали, чтобы коллекционная угода была частью, чтобы она выполнилась. Но вопрос в наступном, что когда у нас в ночи продавливают инколи саджет, кто голосовал за это? Как его можно подавить, если мы за это не голосуем? Два слова. Не забывайте про наш опыт. В 90-е годы мы в 91-м совершили ужасную ошибку. Установили очень высокие ставки налогов, которые вогнали нашу экономику дополнительно в депрессию, плюс еще бизнес их не платил. И вот все 90-е у нас по этому треугольнику мы гонялись. Приезжал МВФ, заставлял правительство повысить собираемость этих высоких налогов. Бизнес от правительства бегал, экономика падала. Потом мы объявили дефолт, МВФ уехал, пришло правительство Касьянова, которое очень резко снизило налоговые нагрузки. И все начали расти. Примаково, не Касьяново. Не Касьяново. Податки мают быть погрессивными. В 99-м они были уже 50-м, а когда Касьянов только пришел, они были 18-20 лет ниже, чем сейчас. Податки мают быть погрессивными. Податки мают быть погрессивными. Как для бизнеса, так и для громадян. Малий бизнес, малые податки, великий бизнес, великие податки. Это самое с доходов физических людей. Чем больше доходов, тем больше процентов, как у всей Европы. Я вас уважно слушаю. Я вас уважно слушаю. Я вас уважно слушаю. Я вас звук жінок не перебивати. Тому я вас слушаю 10 минут, пока вы говорили. Тому, будь ласка, не перебивайте. Насправді, если мы смотрим на всю Захидную Европу, то в каждой стране есть погрессивные податки с доходов физических людей. В Англии наивища шкала сок 5%, в Швеции 54%, в Немеччине 52% и так далее. Нет, нет, нет. Так вот, питание в том, что когда говорят про то, что МВФ у нас вимагает то, МВФ у нас вимагает сьо, МВФ у нас вимагает сбалансировать бюджет. А если уряд и коалиция не способны с жидким другим образом балансировать бюджет, кроме как урезать все возможное для социально незахищенных верст населення, вместо того, чтобы поднимать какие-то податки на найбільш забезпеченные версти населення и на олигархичный бизнес, и податки на роскош вводить, то, конечно, тогда и виходит проблема. Я спрашиваю, а как это так виходит, что во время войны в Киеве у многих верст населеннях есть возможность пойти в ресторан за одну вечернюю и дать 2 тысячи гривен, когда банк получает пенсию 1100. Это у нас справедливая податковая система? Я считаю, что это не справедливая податковая система. Так вот, вопрос. Почему? Почему уряд? Почему уряд Десенюка? Почему уряд Десенюка? И почему эта коалиция не хочет вводить прогрессивные податки на доходы физических людей, чтобы богатше платили на 17% в ПДФО, а чтобы платили 54% в ПДФО? 54% у нас уже было, если вы вспомните. Декрет Кабинета, если можно меня не перебивать, по женщинам, да? Не пользуясь гендерами. Я вас вспомнил еще. Я вас вспомнил еще. Я вас вспомнил. То есть все уходило в тень. И сейчас в чем проблема в экономике? Может быть, не столько в высоких налогах, а в том, что большая часть экономики находится в тени. Именно на этом этапе, когда ментальность у нас еще, наверное, сложно сравнить с англичанами, которые платили налоги столетиями, а у нас народу не платит налоги. Потому что правоохранная система первинная. Когда вы людям дадите возможность снизить налоги, и когда они будут понимать, что они просто дают десятину, им будет легче отдавать эту десятину. Я теперь донусь, я не передонусь, я не передонусь. Десять секунд. Десять секунд. Десять секунд. Десять секунд. Когда, шановный гейст за кордоном, когда гейст за кордоном говорил певные розумные вещи, на мою думку, это в лапках, потому что, на самом деле, есть много примеров поддержки индустрии за кордоном. Например, GM, когда американский уряд рятувал против всех конкурентных правил. Так вот. Первинное сегодня у нас в Украине, это не экономические реформы. Первинное – это выхождение права. И когда Ефремова будет не выпускать под заставу, а садить, и когда его судью, который его выпустил под заставу, после завтра посадят, тогда будут платить все прогрессивные податки из доходных физических воздействий. Никто не будет суватись. Вы понимаете? Дорогие друзья, я хочу вклиниться в нашу дискуссию, я не имел права вас перебить, вы единственная женщина в нашем мужском коллективе. Сегодня 27 февраля, последняя пятница зимы, я надеюсь, что следующий... Вы же одна фракция. Я с радикальной партией Олега Лешка, и я хочу поблагодарить вас о том, что вы, заслуженная женщина, пришедшая на эту передачу, с таким чувством собственного достоинства выдерживаете этот напор этих агрессивных мужчин. Хочу сказать у вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А по повестке дня? По повестке дня. В политике нет мужчин и женщин, есть просто политики. Конечно. Мы не должны говорить о том, что женщины должны быть... АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня с большим интересом прослушал эфир премьер-министра. Этот парад самолюбования, парад наркотизма, парад и отчет фактически о проделанной работе. А что конкретно вам не понравилось? Хочу вам сказать об одной вещи. А, я тоже член коалиции. Хочу вам сказать об одной вещи. В нашей истории, 23-летней истории уже было, был прецедент, когда год индульгенции правительства отменяли решение уже парламента. То есть, парламент имеет право. И вы, по-моему, были присутствующие при этом. Это было по временам Тимошенко. И у нас есть с вами полное право, если наше правительство, которых мы уполномочили выполнять свои функции, не справляются с этой задачей, сделать все, чтобы это правительство перестало быть. Фактически сегодня Яценюк прощался. Он сегодня сделал индульгенцию на все свои решения на ближайшие пять лет. Он сообщил население Украины о том, что в ближайшие пять лет будет война. Он сегодня сообщил о том, что все то, что он сделал сегодня, оценят потомки или, как он сказал, наследники или будущие премьеры. Это фактически прощание от той политики, которую проводил наш, к сожалению, премьер-министр, которому мы дали уже фактически год, сегодня годовщина его назначения на должность премьер-министра. Я прошу прощения, прощание в каком смысле? А это у него нужно спросить. У него, кстати, тоже журналисты спросили. Вы слышали желание премьера уйти? Да, я фактически не желание, а утверждение, что он уходит. И туда и мою дорогу. Я представляю здесь оппозиционный блок. Вы все в коалиции, были в коалиции, есть в коалиции. Можно два слова... Разные коалиции бывают абсолютно. Один пример был в это время. Чтобы наши коалиции в предыдущем парламенте... Первое. Я вимушен ответить пану Юрию на ситуацию по суду. Первое. Я полностью согласен, что в нашей стране должно быть верховенство права. Но я напоминаю, что у нас, в связи с институцией, есть три независимые гилки влады. Это законодательная, выполненная и судовая. И никто не вправе ставить под суммой решение судовой гилки. И влады точно так же, как и законодательства и судовая, в рамках их предыдущих предыдущих. Если есть вопросы к этому суду, они должны быть реализованы законными методами. Это первое. Второе. То, что обсуждается на сегодняшний день в отношении экономической политики правительства. Совершенно мимо прошел посыл господина Карасьова в первой части нашей программы, когда он сказал о внутреннем платежеспособном спросе. Мы с самого начала работы парламента, оппозиционный блок, ставим вопрос о поднятии социальных стандартов. Это не только защита наших граждан. Это оживление внутреннего потребительского рынка. Потому что у людей доходы застыли на уровне 2013 года. Это не дотации непосредственно производителям. Это стимулирование внутреннего платежного спроса нашего населения. Это элементарная защита нашего населения в этой ситуации. В ситуации, когда повышаются тарифы. Когда такое происходит с долларом просто от вымирания. И это путь для дальнейшего стимулирования экономики. Потому что часть этих денег, которые мы дадим людям, они вернутся нам в бюджет в виде того же ПДФЛ и, соответственно, других налогов через те предприятия, которые эти деньги получат. Неужели этого не понимает правительство, а тупо выполняет? И вот еще один вопрос. Знаете, мы с господином Левченко являемся членами бюджетного комитета. И будучи политическими оппонентами, каждый по-своему критикует действия. Многие законопроекты на бюджетном комитете. Но при этом их критикуют все представители коалиции в процессе обсуждения. Потом заканчивается обсуждение. Голову еще скажет, не, но мы с вами коалиция. Мы по войне закрыты на все очи и все члены бюджетного комитета от коалиции поднимают руки. У них большинство абсолютно... Вот у меня вопрос к членам коалиции. В понедельник нам предложат голосовать не только за изменение бюджета. Господин Яценюк сказал о том, что не повышается пенсионный возраст. Это неправда. Там целый пакет законопроектов, которые будут приданы к изменениям в бюджет. И там повышается пенсионный возраст для досрочного выхода по выслуге лет на пенсию. И не только для судей, прокуроров и так далее. А повышается для доярок, для механизаторов, для шахтеров, для металлургов. То есть мы фактически тех людей, которые создают наше национальное богатство, наш реальный, наш валовый внутренний продукт, мы просто делаем реально беднее и реально ставим их в худшие условия. И об этом никто не говорит. И я уверен, что пошумят, пошумят. Премьер выступил по телевизору и сказал, мы в зале ни о чем не должны говорить. Мы должны все обсудить между собой. А в зале проголосовать. И я уверен, что коалиция проголосует. Потому что у каждого представителя коалиции есть свои представители в правительстве. Сегодня сказали коллеги из блока Петра прошедшего о шантаже премьера. А вопрос можно задать? Я так понимаю, что вы не ставите вопрос. Мы выбрасываем вас, как говорится. А может быть, смотрите, может быть вот этот коалиционный принцип, мы не доросли до него. Может нам надо техническое правительство. Какое-нибудь собрать одежды. Должно быть правительство профессионалов национальных странах. У нас коалиция превращается, это не та коалиция, которая в Европе. Действительно, коалиционная ответственность, общеполитическая ответственность. Когда действительно премьерская республика, премьер берет на себя ответственность, коалиция. Кстати говоря, в Европе 80%, даже больше законопроектов Кабмин подает. Кабмин подает, большинство подает. Я поддержал ту мысль, которую вы сказали господин Карасев. Но потому что все-таки у нас сейчас в Украине премьер, это политик, это не технократический премьер-министр. Это премьер-министр политик, который в выборах первым номером политической партии. Это человек, который, как мне кажется, не собирается уходить из политики, даже если он идет в поста премьер-министр. Он идет в премьер-министр. Самая главная проблема, что у нас каждый премьер-министр мечтает потом стать президентом. Мы набрали кучу иностранцев в правительство, пошли на много решений и пошли на самое главное. Нельзя было назначать человека, который постоянно смотрит на свой рейтинг. Потому что вдруг у него рейтинг ниже, чем у Порошенко. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Алис, господин Лисис, вот единственный человек, который еще не в Исканце, я знаю, что ему есть что сказать. Я, наверное, единственный из аграрного сектора, из реального сектора экономики, который тоже обсуждался. Вы знаете, какие будут налоги, прогрессивные, непрогрессивные, это второй вопрос. Они должны быть понятные, они должны быть долгосрочные. То есть бизнес, который вкладывает деньги в какой-то сектор без разницы, аграрный, не аграрный, он должен понимать, когда я заберу эти деньги обратно и по какой системе. За последние 12 месяцев, возвращаясь к теме, какая у нас была эффективность деятельности правительства, 12 месяцев, 12 раз пытались поменять систему налогобложения в АПК. Извините меня, какой придурок, вложивший деньги в АПК, при 12 раз возможностях поменять систему, будет что-то туда еще инвестировать? Да никто. Что мы каким пониманием? Мы обычно говорим, ребята, был принят налоговый кодекс раз, давайте до 18 года его придерживаться. Мы же еще, так вот, меняют опять, сейчас опять выносят, будет что-то голосовать. Я, вы знаете, хочу сказать, что для бизнеса очень важно понимание, это логика, это должно быть какое-то видение. Так вот, видения же нет. Бизнес же не понимает, куда мы движемся. У нас трамвай куда-то идет, но никто же не знает, когда трамвай идет. И какая конечная остановка, мы тоже не понимаем. Отсутствие комплексности. За 12 месяцев, вы скажите, пожалуйста, кто-то вообще понимает, куда движется трамвай и какое комплексное решение принимаем? Конкретный пример. Конкретный пример. В прошлом году очень так хорошо, красиво праздновали все отмены сертификации того, инспекции 5-10-й. Отменяем сертификацию складских примещений. Прохладно, поклопали, все хорошо. Потом вспомнили через два месяца, оказывается, без сертификата складских примещений мы не можем получить в банке кредит, потому что это действует залогом. Так, ребята, а чем же вы думали, когда вы отменяли? Надо было предложить какой-то вариант взамен. То же самое, отменяем карантинные сертификаты. Супер, прекрасная вещь. Давайте подумаем тогда, как мы будем экспортировать и кто будет выступать, естественно, гарантом того, что мы экспортируем качественное зерно. Опять логики нет никакой. Мы не требуем дотации. Мы не требуем дотации в АПК. Мы хотим просто понимание. Еще хочу добавить. Еще добавить. Последний штрих тому всему, что было последние 12 месяцев. Это хаотичность. Потому что решения принимаются поспешно, хаотично. Да, последние три месяца было больше позитива. Да, стало легче жить. В первую очередь потому, что есть запрет на проведение проверок. Но запрет на проведение проверок, он действует в Киеве. На местах же он не действует. Потому что каждые два дня приходит другая проверка. А как обычный потребитель, чтобы составить оценку деятельности Кабмина, я просто зайду в супермаркет, посмотрю на цены и на отсутствие продуктов. И мне кажется, все понятно. А вот по логике можно? Вот вам вопрос один маленький. Смотрите. Вы говорили о логике. Но у нас вроде бы есть логика. Мы движемся в Европу. У нас есть логика. Так вот у меня вопрос. Мы за этот год приблизились к Европейскому Союзу? Или мы приблизились не к таможенному, а к Африканскому Союзу? Если смотреть на то, что происходит на валютном рынке. Совершенно вероятно. Я вам скажу следующее. Можно я буквально два слова скажу? Если мы движемся в Европейский Союз, это наша конечная цель. Так не надо придумывать велосипед. Взяли законодательную базу Европейского Союза. Один к одному скопировали и применили здесь. Все. Не надо придумывать велосипед. Очень важное слово примирили и исполнили. Потому что у нас проблема выполнена. Извините, Андрей, я вас прерву. Извините, Алексей, я вас прерву. Небольшой технический момент. Нам присоединяется еще Алексей Решков. Наша дискуссия. Это самый большой комитет. Андрей, вас я попросу. Спасибо большое. Я растирую немного членов радикальной партии. Я вам слово обеспечу. Спасибо. Извините. Пришлось вас попросить освободить место для вас. Андрей не спорил. Он лидеру фракции. Место уступил с удовольствием. Я могу закончить? Да. Да, ради бога, пожалуйста. Самый большой комитет по численности, это как раз аграрный. И если предыдущий, скажем, парламент у нас был такой лобби. Машиностроение, металлургия, энергетики. То сейчас у нас аграрное лобби, наверное, самое большое. Поэтому за этот сектор я очень сильно спокоен. Просто хочу сказать один момент. Мы тут говорили, что там МВФ требует что-то и мы должны это исполнить. Самое главное, почему МВФ требует повысить пенсионный возраст. Потому что МВФ не верит, что государство сможет администрировать налоги нормально. И когда мы говорим о налогах, это идет параллельно. Снижение налогов и параллельно администрирование, чтобы налоги поступали в бюджет. У них есть четкая, как бы, свои механизмы. Я могу сказать пример Грузии. Мы из года в год понижали налоги без всяких проблем. Понижали налоги. МВФ нам давал любые деньги, которые нужны были стране. Потому что они видели, что... МВФ обычно настаивает на том, чтобы налоги собирались, а не на том, чтобы ставки были обязательны. Да. Однозначно, как только... МВФ влияет на балансование бюджету. Все еще просто выгадки. Балансование бюджету. А как его балансовать, это справа в середине краины. Так что не требует сказать, что она поляга на зменшение, збільшение. Баланс бюджета. Баланс бюджета. А как и балансовать, это наша справа. Обязательно параллельно. И с другой стороны, сейчас не будем в иллюзиях быть, что без транша в МВФ вообще возможно выстоять вот этот экономический кризис, который есть в стране. Это обязательно для того, чтобы Украина вышла с этого кризиса. Но еще раз просто говорю, что два процесса параллельно могут только идти. Никогда они не согласятся на снижение налогов, если не увидят, что администрирование хотя бы немножко улучшилось. К сожалению, реальность в том, что администрирование налогов не улучшилось. А что касается того, что еще больше налоги стали, это огромнейшая ошибка, огромнейшая ошибка, потому что... Ну и надо понимать, что большая часть этих денег, которые предоставит МВС, в конечном счете уйдет обратно в МВС. Нет, нет, нет. Давайте с другой стороны. Сегодня доллар стоит дешевле, чем доллар, дороже, чем доллар завтра. Это что значит? Деньги, которые любое государство получает сегодня, это стимулирует экономику и намного легче эти деньги выплачивать в долгосрочном порядке. Так же, как и бизнес. Бизнес почему берет кредит? Чтобы развивать бизнес, было больше денег, чтобы выплачивать потом кредит. Это если валюта стабильная. А если валюта деволюет, то ничего себе не платят, вы кажется. Без популизма, пожалуйста. Без кредитов в Украине не выстоит экономический кредит. Невозможно. А вот тут давайте зупинимся. Кредит – это ключевое слово. Так. 20 лет живем от кредитов до кредитов. Вместо того, чтобы развивать власную национальную экономику, створювать свой маленький и средний бизнес, створили олигархи, и каждый уряд набирает кредит. Это не причем всем, что я говорю. Когда вы говорите, я вас не перебиваю. Я очень другой. У нас тут принято друг друга перебивать. Я считаю, что единственная возможность, когда мы говорим про кредиты, то в первую очередь нужно делать ставки не на кредиты МВФ, хотя безумовно это сейчас крайне нужно, а на измену власной грошо-кредитной политики. И тут есть величезные вопросы. Это щодо курсу гривней, щодо ставки рефинансирования национального банка. Когда национальный банк рассказывает, что борется с инфляцией и поднимает ставку рефинансирования до почти 20%, это означает, что ставка в комерсийном банке для малого и среднего бизнеса, для великого бизнеса минимум 40%. Это понятно, что никто при 40% не может развивать экономику. Отже, национальный банк сейчас просто уничтожает экономику. Когда мы говорим про курсу гривней, почему он тут и сюда скакает, то не только потому, что нет кредита МВФ, а потому, что у нас сотни миллиардов гривен выдано рефинансирование, которое перевели в доллар и вывели за кордон. А потому, что у нас два банки в Украине, президента и Гонтарева, демонстрируют показники развития, а десятки других валяться и вместе с ними заощаджение миллионов украинских граждан. Поэтому это коррупция чистой воды. И поэтому, когда вы говорите про достигнение уряда, то уряд не может исключительно существовать от Национального банка, уряд не может исключительно существовать от Верховной Ради, от решений, которые она приняла, и от президента. И поэтому я скажу, что если мы говорим про результаты деятельности уряда... Ваш ответ какой для вас, господин Лешко, какой главный результат деятельности правительства? Вот есть варианты вам как поставки опроса, который был на сайте подробностей. Если говорить про моё выражение, то я вам скажу так, что за риг все просрали. Но такого варианта нет. Такого варианта нет. Если нет, то напишите. За риг мали возможности для проведения реформ и на превеликий жаль и ставить... Подождите, а вы что больше не в коалиции? Почему не в коалиции? В коалиции. Так это же ваш премьер. Это же ваш премьер. Послушайте. И в коалиции. И сегодня, когда на понеделок заплановано позачаровое заседание Верховной Ради, где будут приниматься законы для того, чтобы отримать кредиты Международного валютного фонда. Мы требуем, значит, не голосовать, не зняти питание про поведение пенсионного века. Мы категорично против того, чтобы за ради отримания кредита Международного валютного фонда наступать на социальные права граждан. Но одновременно, давайте говорить правду, что какой бы там курс не сформировал ціну на газ, уряд и так далее. Если Национальный банк валит гривню, то никакой уряд ничего не сделает. И Верховная Рада ничего не сделает. И поэтому мы требуем у понеделок невиданно рассмотреть вопросы про представку главы Национального банка Гонтаревой. Если президент Порошенко, а я до него обратился в продолжение многих месяцев, он не реагирует, он не слышит меня, он не слышит общество. Если он продолжает держать Гонтареву, то это означает, что он вместе с ней отвечает за забожение украинских граждан, за обкрадение и за все это. А выставка Гонтаревой вернет курс гривны каким-то радикально другим? Почему выставка Гонтаревой? Головная проблема руководителя Национального банка – это доверие рынку, доверие участников рынка. Сегодня она втратила доверие. Хорошо, а кто, если не Гонтарева? Это вырешивает президент, соответственно, до закону это его прерогатива. Я надеюсь, что наступную голову Национального банка он подаст не своего бизнес-партнера. Наталья, что вы это не согласны, скажите? Олег, я бы хотела еще-таки сказать, что проблема курса – это проблема все-таки ни одного лица. Если мы говорим курс, он отображает экономическую ситуацию в стране. Это часты на правде, пани Наталью. Это часты на правде. Часы на правде – это падение экономики. А еще часты на правде – это коррупция. Олег, мы с вами сейчас сидим в студии. А вы знаете, где сейчас находится первый заступник головы Национального банка Олександр Писарук? Я что-то, не знаю, я скажу. В середу полетел в Таиланд. В Таиланд. Ревнявались. Людей обкрадают. А они – сволочи-сраки по Таиланду. Вы отвечаете? В экономике все падает, и гривна может кричить 50 лет. Гондарева просто непридатна, даже если она просто непридатна. Гірше того, если не предатна, то пів справи. Это коррупционные схемы. Гривню валят и людей обкрадают, потому что за один день, когда доллар из 40 гривен до 30 скакает, на 1 долларе 9 гривен заработали. Куда эти миллиарды пошли? Комусь из вас в кишене? Нет, они пошли в кишене Гондаревой и Холостиной партии, которым они выдают кредиты. Людям уряд говорит, что нет денег на пенсии, на зарплаты. Рассказывают, что нет денег. Гондарева за день даёт возможность 3 людям миллиарды заработать за счет обкрадения миллионов украинских граждан. Поэтому вы правильно говорите, это вопрос не только Гондаревой, это вопрос радикальной изменения экономической политики. Мы должны менять переформатирование уряда, менять руководство Назбанка. И я думаю, пришел час ставить вопрос на протеструковые президентские выборы. Треба менять президента. Это действительно радикальная партия. Слушайте, нет сейчас другого шляха. Мы годы по колу. Я понимаю, что Мойсей 40 лет проводил. Но у нас нет запаса времени. У нас сегодня в воздухе революция, а у нас в воздухе ген ненависти. Завтра вы несут их на вилах. И когда мне рассказывают, что мы не можем у четверг минулий забрать Верховную Раду, потому что президентская партия не может забраться, они не могут депутатов забрать. Так меняйте депутатов. Когда нам нужно негально собирать, принимать решения, у нас все должны избираться и принимать эти решения. А если не встать, то принимать решения, значит идите с пляжа. Дайте возможности с другим проработать, кто готов и проработать. Олег, для начала дайте другим сказать, хоть слово. Законы не готовы. Ну честно, ну зараз же идут, вы же знаете, что зараз идут консультации с приводу... Законы не готовы. У нас края навалит, а у вас законы не готовы. Нет, у Парнина были... У меня все готово. У вас не готово. Не может пробиться и за вас, Тарас, Черновон. Дайте ему микрофон, пожалуйста. То будет наступный премьер-министр. У Олега все готово. Он уже готовый на премьер-министра. Я готовый на президента. Нет, вы все понимаете. Добро пожаловать на Пахаринску, потому что моя католицкая душа бы протестировала. Но давайте так. Я не хочу выступать ничего за Гонтареву. В ней я знаю одна такая такая уже великая проблема, которую я не допустил колись Ющенко, которую я всегда критиковал, но как глава Национального банка он был непоганый. Он не дал уряду вытягивать с Национального банка деньги на бюджетные певные проблемы. У нас сегодня Национальный банк финансирует недостатки, недоробки уряду. Но я еще раз, остальная фраза буквально. Давайте, нападаючи зараз на Гонтареву, может быть доречно. Я не специалист в банковской сфере. Но давайте не забывайте, что в этой ситуации, ну, десь, напевно, до 90%, которые привели и до этой проблемы с гривной, и всех других проблем, которые у нас есть в финансах, первое, это ответственность уряду за абсолютно разбалансованную экономику, абсолютно разбалансованную бюджетную сферу. И второе, это проблемы наших правоохранительных органов, потому что, когда мы слышим каждый день заявы, что валютные спекулянты, валютные спекулянты, ну, не нацбанки, напевно, и не уряд, и не президент персонально мают их ховить. Кто-то их мает прижучивать и садить в тюрьму, и делать так, чтобы им было неподавно. У нас есть информация, не только про банковскую сферу и демова. Я еще раз говорю, ответственность на банку никто не снимает. Безперечно, глава Назбанка... Продолжим, будь лекомен. Господа, продолжим, хвост и рекламен. Спасибо. Спасибо еще раз за аплодисменты. Мы переходим к заключительной части сегодняшнего выпуска программы «Черное зеркало». Я напомню, к нам присоединился Олег Лешков в предыдущей части, а вот Георгий Вашадзе нас, к сожалению, покинул. Небольшая, так сказать, перегруппировка произошла. Я напомню, пожалуйста, какой у нас был сегодня опрос, точнее, голосование на нашем сайте в интернете. Еще разочек покажите, пожалуйста, результаты, если это возможно. Мы задали вопрос, какое главное застижение премьера за минувший год. Сегодня ведь, я напомню, год, как Арсений Петрович Иценюк стал премьером. И вот, как бы, самый популярный вариант ответа – это нынешний курс гривны за 30. Кстати, а вот, например, упомянутый сегодня известный экономист Андерс Аслунд написал на днях, что падение курса гривны виноват еще и Запад. Вот к вам, как вам такая постановка вопроса? Запад, Андерс Аслунд пишет, потому что не оказал вовремя необходимой финансовой помощи Украине и, в частности, настоял, ЕС настоял на том, чтобы были выплачены миллиардные долги Газпрому. Вот как вы считаете? Имеет право такая, как эксперту по международным делам Олегу Волошину обращать? Нет, ну, знаете, если более глобально смотреть, Запад, конечно, очень во многом в этой ситуации. Ну, как тут, виноват не виноват, мы можем, конечно, говорить, мы должны с вами на себя полагаться, но, учитывая ту ситуацию, в которой оказалась Украина, ту роль, которую Украина играет в противостоянии, которое навязал Путин Западу, ну, не хотите воевать, понятно, да, не хотите посылать оружие, тоже можно понять, но почему вы хотя бы денег не дадите? Вот этого я совершенно не понимаю. То есть они относятся к Украине сегодня хуже, чем относятся к странам гораздо менее значимым с точки зрения базовых интересов Запада. То есть, по большому счету, вопрос даже не в оружии. Ну, неужели нельзя было там какие-то базовые вещи, там, боитесь, что разворуйтесь, сделайте инфраструктурные проекты, вы посадили своего министра финансов, ну, дайте реально денег, вы даете Греции, 250 миллиардов долларов Греция получила, ну, это же с ума можно сойти для страны, которая не играет никакой роли, это не имеет значения. То есть, в данной ситуации не имеет значения. Поэтому возникает у меня действительно к Западу огромная претензия. Как можно с Украины требовать выплачивать долги, зная, что у нас идет война, и они сами признают, что мы воюем за ним. Вадим, Вадим, вы говорите про то, что Греции дали 250 миллионов евро, потому что она спасает евро. А Украине нужно дать, потому что Украина спасает весь мир. И миропорядок у Европы и в всем мире. Но евро ближе, евро ближе. Вот дураки, если бы было разумно, то Украина была ближе. Что касается Украины, значит, минулого года, так куда уже больше, минулого года мы получили 10 миллиардов долларов кредитов, а из бюджета выплатили 14 миллиардов. У бюджета этого года 120 миллиардов гривен на выплату внешних запозиций. Я напоминаю, на оборону заголовно, на все ведомства 80 миллиардов. То есть мы считаем, что сегодня, если Европа, если世界 реально хочет помогать Украине, они должны сделать несколько вещей. Первое. Дать реальные кредитные ресурсы. Я надеюсь, что Международный валютный фонд 11 числа принимает решение. И уже 12 числа мы получим 10 миллиардов долларов кредита. И поэтому я вертаюсь до всех граждан Украины. Не поддавайте спанниці, не купуйте долар ни по 30, ни по 40, потому что с 11 вересня, с 12, он будет по 20, по 17. Поэтому скидайте сейчас долари, у кого есть. Это первое. Другое. Что мог бы сделать Захид, это реструктуризировать выплату борьбов. Когда Польша в 90-м году начинала реформы, Польши списали 50 миллиардов долларов. А нам Захид за какие-то нечастные 15 миллиардов долларов выкручивает. Пенсионный век поднимет, цены на газ поднимет и все еще поднимет. А тут вопрос стоит, быть или не быть Европы и света. И поэтому, если бы я был на месте Обама, я бы без разумов, дав бы Украине 100 миллиардов долларов, дав бы Украине возможность писать кредиты, дав бы Украине возможность новый план Маршала отримать, провести реформу. А оружие дав бы? Обязательно. Потому что оружие, оружие это единственное, что остановит Путин. Никакие меморандумы, никакие переговоры, увещивания не остановят Путин. А новые санкции нужны? Потребны, обязательно. Но самый успешный дипломат, это тот, за спиной которого стоит сильная армия. Если у тебя сильная армия, если ты сильный, тогда ты успешный на переговорах. Если ты выступаешь, если твоя армия бежит, ты слабый, ты програешь на любых переговорах. Поэтому Запад должен дать Украине оружие, раз, кредитные ресурсы максимальные, два, спасать борьбы, которые есть три, и просто поддерживать, поддерживать, поддерживать. Хорошо. А внушем? Господин, у меня к Владимиру Милову еще один вопрос. Вот, предположим, будет Украине оказана такая помощь. Предположим, будет новый набор санкций введен Западом против нынешнего российского режима. Насколько это окажется эффективным, на ваш взгляд? Или, скажем так, я по-другому, может быть, еще раз задам вопрос. Вот, не как политик, как экономист, скорее. Вот, можете сказать, каков ресурс прочности у нынешнего российского режима для того, чтобы продолжать в отношении Украины ту политику, которую он сейчас проводит? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, те санкции, которые уже действуют, они очень сильно повлияли на все. Если кто-то будет рассказывать, что это цены на нефть, это неправда. Цены на нефть еще только в этом году будут оказывать эффект. А прямой эффект был из-за международной кредитной банковской блокады. Потому что у нас то, на чем росла российская экономика в предыдущие 10 лет, это была пирамида западных частных кредитов. 700 миллиардов долларов мы набрали, да? Это, конечно, все оказало катастрофическое влияние. Я думаю, это то, что остановило его от прямого военного вторжения. Давайте называть вещи своими именами. Вопрос еще в августе, вопрос так стоял. Прямое военное вторжение. Прямое военное вторжение. Это не факт, что он отказался от этой идеи, да? От этого человека всего можно ожидать. Но, тем не менее, это был один из очень серьезных факторов, который его притормозил. И, безусловно, дальнейшие экономические трудности, ну, только сильнее на это будут влиять. Что касается резервов, которые у нас остались, все задают этот вопрос. Их мало, их гораздо меньше, их примерно в два раза меньше, чем в 2008 году, при том, что трудностей намного больше. И вот они уже практически сейчас раздадут почти весь фонд национального благосостояния вот этим лоббистам корпоративным, которые в отсутствии внешних кредитов просят у них денег, да? Я думаю, что это закончится буквально через 4-6 месяцев. Все деньги будут розданы. Они вот только сегодня приняли решение. Вот эти огромные, многомиллиардные золотовалютные резервы, включая всякие фонды внебюджетные, да? Они только сегодня объявили, что они под триллион рублей дадут Роснефти только одной. При том, что там количество... Это любимая компания. Там примерно в полтора раза объем заявок превышает весь этот фонд. Они уже объявили, что они половину резервного фонда Минфина в этом году потратят на дефицит бюджета. Резервов Центробанка осталось меньше 150 миллиардов долларов, которые они могут тратить на биржи. И только за прошедшую неделю последнюю по статистике 4 миллиарда они сожгли. Вот 4-6 миллиардов в неделю они жгут для поддержания курса... А давайте все... А мы при этом... Есть украинская приказка. Пока голодки схудны, худы стохны. То есть в России резервы есть, в Украине резервов нет. Мы за 23 года пробукали эти резервы. Поэтому выход один. Реформы, изменения, борьба с коррупцией, борьба с аппаратом, реформы в экономике, ставка на национальных производителей, а не ставка на собственных производителей. Воритесь, вы за парламентом сидите, чего не будет. Что касается сравнения, давайте. И это выбор на колеси и закон. Не вените. За меня? Нет. Это было за меня. Я в пороге. Вы на голосуете невидимого такого. Огромен. Вы на голосуете невидимого такого. И в этом я виноват. Вы не хотите, чтобы я ворохся. Вы не целы. У нас здесь не предвыборный митинг кандидатов в президенты Олега Леонидовна. Вот, коллеги, что касается российских резервов и их сравнения с украинскими, да, они так вот на вид больше. Не забывайте, что у нас такой огромный вот этот прожорливый бегемот, там, Левиафан, да, в виде этих огромных госкорпораций, которым надо огромные долги отдавать, у них огромные инвестпрограммы, они все сейчас просители у государства, да. Это сжирается намного быстрее, чем вы можете себе представить. Поэтому, да, конечно, номинально у нас больше. Ну, все же, мечтать о том, как у них экономика в России очень приятная. Давайте о наших делах. Я, если у нас попрощение, вы говорите про банковские, про санкции в банковском секторе. Вестерн Юнион отменил уже санкции в отношении украинского Крыма, и на сегодняшний день в Крыму можно получать деньги по вестерну и отправлять. Мастеркард начнет работать и виза с апреля месяца. Я вообще не про это. А каких санкций в украинском, и украинский Крым будет обозначен в мастеркарде и виза, как территория Российской Федерации? О каких санкциях мы говорим? Если мы сейчас, опять же, вот вопрос, я боюсь, конечно, трогать господина Лешко, потому что он сразу скажет про злодейский блок, но... И правильно скажешь. Я знаю. Правильно, люди все так говорят. Я примерно понимаю, что вы скажете. 11 марта Международный валютный фонд должен принять решение по предоставлению кредита. Если Украина не примет тех законов, которые внес, насколько я понимаю, как ставит вопрос действующий премьер-министр, если Украина не примет этих законов, губительных совершенно для нашей экономики и для наших граждан, то кредита мы не получим. Вот как вы, как члены коалиции, будете себя вести, еще раз повторюсь, вы так обсуждаете, какой плохой, кто как, кто плохой президент, плохая Гонтарева, плохой премьер-министр, что будет сделано в понедельник? Я еще раз говорю, я уверен, что после, как вы здесь говорят, кипиша, поднимут руки, нажмут на кнопки. Мы не поднимаем руки, мы жмем кнопки. Это правда. Наталья, до речи, Аггонова... Не, 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 пан Искорик, Наталья Аггонова, треба віддати ей належно, вона справді завжди займает принципову позицию. Мы с ней разом бороцивали. Вы нажмете на кнопки? Разумная девчина, послушайте мне, на кнопки вы при Януковичу жалили, гирше того, вы просто руки и ноги поднимали. Злодейский блок. Злодейский блок. Пан Искорик, вы не в той коалиции голосовали за этот год. А что касается законов, про которые вы говорите? Питание надзвичайно серьезное. Те законы, которые подав в Уряд, они потребуют надзвичайно серьезного доопрацювания. Зокрема, там есть целый ряд норм, которые абсолютно не приняты. Зокрема, подвищение пенсийного века, там, значит, сказание... Так, я же на что не имею, что делать. Секунду, премьер говорит, потому что Уряд имеет позицию, но за законы голосует коалиция. Фракция радикальной партии, фракция, 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 фракция. Вы же все прекрасно понимаете, что Кабинет Министра, Олег, извините, Кабинет Министра все равно будет наставить на срочном принятии всех этих законов. И не будет у вас ни у кого времени рассматривать, 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 обсуждать. Швидко только кишки родятся. Но по-вашему еще и швидко курс доллара падает через Гонтареву. Что касается законопроектной работы, фракция радикальной партии всегда серьезно подходит к этой работе. БМУ осуществует свою ответственность. Мы понимаем, что в Украине нужно кредиты, но мы понимаем, что мы не можем жить от кредитов до кредитов. Кредиты нужно использовать для того, чтобы восстановить национальную экономику. И мы не будем брать кредиты за рахунок подвищения пенсийного века для женок. За рахунок подвищения пенсийного века для металлургии, для лекарей, для вчителей и так далее. Нам таки придется не требовать. Точно президенту собираетесь. А вопрос можно? Будь ласка, будь ласка. Вы сказали за то, что нужно поменять главу Национального банка. Это вопрос и к вам, и ко всем остальным здесь присутствующим. А вот смотрите, об этом уже начинают говорить. В социальных сетях, в средствах массовой информации. В современной истории Украины был один чрезвычайно успешный национальный банкир. Ющенко. Может Ющенко вернуть в Национальный банк? Можно я скажу? Мне кажется... Мне нужно подумать. Можно. А я вот сейчас про Ющенко хочу одну фразу вам сказать. Давайте згадаем, что было в первый год глобобаркирство Ющенко. Гиперинфляция. И все великие скандали. Точно та самая копия. Если он сейчас прийдет, я вам гарантую, что те же самые спикеры, те же самые политики, дослевно, те же самые фразы скажут про Ющенко, потому что он так и начинал. Мы никогда не думаем на несколько кроков вперед. Еще раз скажу, я не собираюсь защищать Ющенко. Но он же наладит, он по сути дела создал. Да, да, да. Но сегодня у нас есть немного больше демократии, чем было тогда в 90-х. Я думаю, что сегодня, используясь демократии не в совсем природный способ, ему просто не дадут ничего сделать. Да? Можно, Евгений Алексеевич? Тут надо что вернуть? Надо вернуть конституционную законность. Национальный банк, это независимый банк, это независимый институт. И его главная обязанность – стабильность национальной валюты, стабильность национальной денежной единицы. У нас никогда, по сути, вот особенно в последнее время, национальный банк не был независим. Потому что все президенты хотели иметь своего главу национального банка. И даже третий президент Украины мог бы стать национальным банкиром? Да, мог бы стать, потому что он действительно самый успешный банкир. Может, он не такой успешный президент, но как банкир он самый успешный был. Нужно вернуть доверие к национальной банковской системе. И нужно вернуть независимость национального банка, иначе нам Запад никогда деньги не даст. А независимость прежде всего подлежит тому, что национальный банк не будет обслуживать Кабмин, например. Правильно, потому что отеляем Мензина. Он должен быть глава Национального банка. Он должен быть авторитетным, честным, иметь авторитет в западных кругах, потому что сегодня много зависит от финансовой помощи Запада, чтобы доверяли национальному банку, национальному банкиру. Это президент экономической системы или монетарной системы, это надо понимать. У нас же слабые экономические монетарные власти сегодня, потому что Гонтарева, она не тянет на это. Ну давайте так, я не хочу ее обвинять в всех грехах, но мы видим сегодня, национальный банк потерял свою независимость. Кабмин с одной стороны давит, президент с другой, снизу люди давят, курс национальной валюты, война и так далее. Вадиме, извините, я вас перебью. Мне кажется, что пропозиция кандидатуры Гонтарева с боку Петра Порошенка, президента, это та же ошибка, как и Галитея на министра обороны. И на приликий жаль, президент, ну знаете, каждая людина, ее сила, когда человек визнает свои ошибки, она стает сильнейшую. Когда человек, не зважаючи на очевидное, все общество видит, что Гонтарева не тянет, а президент все равно стоит на своем, то он стает только слабший от этого. И поэтому для того, чтобы и он стал сильнейшим, и чтобы банк в Украине отримал доверие национальному банку, надо поменять. Что касается Ющенко, ну взагалі цикава идея, можливо, справді на голову Нацбанку он потянет. Я вам скажу, більш цикаву идею. Вчера на Раді Коаліції Юля Тимошенко сказала про те, что, можливо, вона бы и поддерживает кандидатуру Стельмаха на посаду головы Нацбанку. Это при том, что когда Стельмаха, когда она была премьером, она мочила и хвисты в гриву. То есть, видите, большое видится на расстоянии. Юрий, можно, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, все же таки, конечно, пане Гонтареву треба звільняти терміново еще раз. Кто ее будет звільняти? Еще раз, и не надо звільняти парламент. У нас есть процедура, есть конституционная процедура. Если сберите 150 подписей под постановой, звоните до президента, вы даже не можете сделать это сделать, если вы против Гонтарева. Не, не, пане Юрий, пане Юрий, пане Юрий, пане Юрий, пане Юрий, вибачь, дружище, процедура 150 подписей стосуется генпрокурора. Я не про это говорю, я говорю, зберите, зверніться до президента, зберите подписи, зниться до президента. Лише за подданням президента Верховна Рада может звільнеть иологов. Я понимаю, что в Канаде в президента очень сложно перебиваться, это правильно, абсолютно. Но, вопрос в том, что коалиция должна обратиться к президенту, показать политическую волю, если, правда, коалиция, которая является под гунтом президента и уряда. Я каждый день говорю про то, что я хочу звонить Гонтареву, но, извините, у меня нет конституционной большинности. Вы коалицию подписали, у вас есть подписи, и, будь ласка, возвращайтесь и вымагайте. Но, я хотел бы что-то додать, что говорить про то, что вы не только Гонтарева, а все решения вокруг есть белые пухнастые, это тоже неправильно. Потому что у нас три сколдовие, власти, конечно, то, что происходит, если коротко. Потому что Гонтарева профнепридатна, безусловно, и занимается коррупция. Потому что рефинансуют кишенковые банки, олігархи, но также, чтобы вы помните, что уряд, вместо того, чтобы наповнювать бюджет відповідными податками на олігархичный бизнес и на набагатое весло населення, затыкают бюджетные дырки звичайным друком гривни, ничем не подкрепленным. Понимаете? Потому что уряд это делает. Поэтому они все в этом винны, что Гонтарева, что Арсеній Петрович. А не так, что она плохая, а он плохая. Я хочу додати, винна Гонтарева, винен уряд, винен президент и винна Верховная Рада. Усі винні, не скидайте себе відповідальність. Но все, кто подпитал, кто подпитал, кто подпитал. Что тут до коалиції? Вчора произошло заседание коалиції. Всі пять фракций, которые входят до коалиції, согласились с нашей инициативой про негайне звільнення Гонтареву спасати голови Национального банку. Хорошо, что є решение. Давайте прокушуємо еще. Механическая замена главы Национального банка сейчас, давайте не вводите. Я так сказала, что Ману. Да, я с вами согласна. Оцаритетный банкир, он может обеспечить независимую сейчас. Обеспечить независимую. Но механическая замена не справит. Наталья, до свободы, посадки головою. То же самое, это то же самое, я еще раз говорю, это как вчера разогнали финансовый Майдан, выгнали начальника Печерского РОВД. То же самое вы хотите сделать с Монтаревшим. Значит, то, что вчера разогнали финансовый Майдан, это то, что делал Янукович. Люди, которые выходят, потому что их довели до ручки. Люди, которые выходят, потому что они не могут платить валютные кредиты. Их нужно разговаривать, их нужно слышать, а не разогнать ментовскими дубинками. И все, кто вчера сделал, чинил злочин. И мы должны делать все, чтобы они были притянуты до ответственности. Вы все это сделали без побочения самого внимания? Безумовно, это было сделано за командой президента Порошенко. У меня нет никакого суммирования. Наталья, если бы вас завтра поставили головой Национального банка, доллар бы упал на 20%. Олег, вы говорите... Дайте ответить, Наталья. Олег, вы говорили Наталью вопросами, но не даете ей ответить. Мы должны пользоваться доверой. Доверой для банкира – это все. Гроши – ничего. Доверой – это все. Я выключаю ваш микрофон на несколько минут. Наталья. И потом Алексей Рябчу уже получили. Да, то есть все-таки закончить мысль, что если мы просто поменяем Гонтареву, я все-таки хочу обратить все наше внимание. Ну вот, понимаете, правительство – это организм, он функционирует. А Гонтарева и Национальный банк – это кровеносная система. И вот если организм не будет сам нормально работать, то тогда кровеносная система будет плохо работать. А наоборот, наоборот. Это одна из них. Банк вкладывает. У нас совершенно разные задачи. Ну, смотрите, у нас банковые технологии. Половина студии говорит, что все мовина Гонтарева и Национальный. И другие, что я сонюк все мовина Гонтарева и Национальный. Нет, ответственность надо. Насправдя, обидно виннее, и тебе тихи-тих надо. Ответственность надо разделять. Просто я говорю о чем? О том, что в один день сменив главу Национального банка, мы не получим курс 20. Давайте, пожалуйста, не понимаем, что в один день уходит. В один день получает рост, в один день уходит. Разве вам у нас подходить к этому? Алексей Рябченко. Очень трудно отклиниться дискуссии. Наверное, я не привык к такому, ну, если честно, то и цирку. Да, балаган. Должна быть какая-то более профессиональная дискуссия. Если говорить о главе Национального банка, да, действительно. А знаете, я голову снимаю за начальство, за мое телевизионное начальство, за вот размеренную телевизионную дискуссию, потому что сразу зритель уходит. Я бы хотел, чтобы зритель слышал профессиональную дискуссию и привыкал к ней, а не привыкал к цирку и балагану, которые... Не, у нас здесь цирка. Поэтому я бы... Все, на кого сейчас намекали? Все, на кого сейчас... Я хотел бы сказать... Только один профессиональный... Я вижу, что не отреагировали все, кто и к цирку привык, те отреагировали. Если так, я никого не обвинял, никому ничего не говорил. Если говорить по поводу главы Национального банка, то мы вчера собирали ведущих экономистов в Украине и совещались, действительно, что нужно делать. У нас с утра была кандидатура, возможно, стельных, и то, что Олег сказал, действительно, при том, что у Юлии Владимировны были с ним очень напряженные отношения, она готова рассмотреть такую кандидатуру, потому что действительно нужно что-то делать. Дальше у нас... А Ющенко, у нее тоже были напряженные отношения. И эту кандидатуру мы были готовы рассматривать. У Юлии были напряженные отношения. И тоже были готовы рассмотреть кандидатуру. Дальше предложили кандидатуру экономисты, что есть замечательный американский украинец Андрей Кириленко, который преподаватель МАТИ, тоже мог бы подойти на эту тему. То есть, действительно, нужно решать что-то. По поводу того, что меня очень сильно режет слух, когда говорит, Запад должен, МВФ должен. Никому он ничего не должен. Мы должны взять у них то, что мы хотим. Поэтому, когда правительство говорит, что Запад нам не помогает, это мы у них не взяли то, что мы хотим. Я приведу один простой пример. В диалоге с МВФ, когда правительство говорит, нам нужно повысить тарифы на коммунальный хозяйств, это не требование МВФ, это требование возможной ситуации. Но мы должны требовать у МВФ. Мы хотим государственные расходы на повышение энергосбережения, энергомодернизации, чтобы наши квартиры были более теплые, чтобы мы тратили меньше электроэнергии. Алексей, требовать не взять. Как взять? Да мы должны у них требовать и доказывать, что это не расходы госбюджета, а это инвестиции, которые вернутся. То есть правительство, президент, коалиция должны требовать это и защищать эту позицию у Западных Рад, а не говорить, что нам кто-то что-то должен. Вы, собственно, украины не верят, глядя на результаты этого года? Ну нет доверия. Если бы мы называем антикоррупционные реформы, то, что говорит Олексей, оно бы было. Если бы у нас были антикоррупционные реформы, если бы с правдой посадили кілька регионалов и кілька продажных судей, тогда бы можно было бы такую вести разговор. Это правительство кроликов, комитетов, комитетов. А вы за него голосовали? Нет, я за него не голосовал. Вы на голосовали? И ключевая, и ключевая вещь. Сейчас у нас речь о том, что... Сейчас у нас речь только о том, что если нам не дадут кредит, у нас полностью упадет экономика. Неправда. Если нам МВФ не даст кредит, наша экономика выживет. Наша экономика обратится к украинской диаспоре, к донорам, с которым можно разговаривать, с которым можно вести дело. И более многие страны об этом уже говорили и выживали в таких условиях. А ключевое. МВФ сделала все для того, чтобы разводить экономику в 13 странах. Я посчитал за последние 20 лет. А вот такая страна, как Аргентина, 12 лет за последние 20 лет, объявила дефолт. И ничего, пережила, никто не умер. Это означает о том, что есть в Украине резервы... Есть в Украине резервы, есть в Украине карты. И самое главное, у нас уже есть целый готовный премьер-министр. Игорь Михайлович, дозвольте, я відреагую, оскільки Андрій Артеменко, член фракции, яку я очолюю. Андрію, називати уряд кроликів камікадзе... Андрій, значит, я оголошую вам Доганну, Сувору. И далее, в прямом эфире, я оголошую тебе Доганну, Андрій. И далее, будь ласка, подобных висловий не вживайте. Дякую. Я сказываю к лидер фракции. Зрозуміло, чи ні? Давайте, в нас. Что касается реформ. Челком очевидно, что реформы должны быть. Но давайте так. Найголовнейшее, что для проведения реформы? Это кредит доверия от граждан. И этот кредит доверия становится все меньше, меньше и меньше. Мы втрачаем время, мы втрачаем время. За год можно вернуть горы. Мы р год топчемся, мы киваем, кто-то куда-то утек. Мы не можем найти, мы не можем расследовать, мы не можем разобраться. То есть нам все что-то заважает. Так что вам что-то заважает? Если после Майдана, после сотни загибших людей, вам заважает прищучить коррупцию, вам заважает проводить реформы, значит вы не за те, хлопцы взялись. Значит, нужно переформатировать владу, нужно переформатировать уряд, нужно не бояться менять владу. И не нужно кивати на войну. То есть вы опять говорите, как оппозиционер, а не как член правительства. Я говорю, как людина, который не имеет куда дикать. Не имеет куда дикать. Я же родился в Украине, я помру в Украине. Моя донька тут живет, мои батьки тут живут. И я хочу, чтобы моя страна была успешной. И потому что, будучи в коалиции, мы выстоим свои позиции. И в том числе и Андрій Артеменко, даже такими недипломатичными выразами. Но мы выстоим свои позиции. Мы считаем, что перебивание в коалиции это не означает полный одобряем. Что перебивание в коалиции это не означает освящать дурницы какие-то. И мы всегда имеем свою позицию. На жаль, очень часто нас не слышат. Но мы выстоим, потому что единственная запорука развития Украины это реформы, это изменения, это борьба с коррупцией, это борьба с олигархией, это витрожение социальной справедливости. Спасибо. Буквально два слова. Секунду. Буквально два слова. Можно очень долго говорить о профессиональности того или другого политика или национального банка. Еще дальше. Мне кажется, что нуждается сейчас, в чем не нуждается финансовый рынок, это спокойствие и уверенность. Его, к сожалению, нет. Поэтому можно действительно рассказывать очень долгие истории. Но мне кажется, тут действительно точка кипения прошла. И просто-напросто нужно менять уже людей, иначе народ не успокоится, не успокоится рынок, не успокоятся банки, не успокоится финансовая система. Поэтому сам по себе факт того, что поменяют главу национального банка, он поможет дать какой-то импульс спокойствия финансовому рынку. Другого, к сожалению, выхода у нас пока нет. Это ничего не значит. Знаете, давайте еще один маленький момент. Тут не все депутаты. Я кілька не депутатов. Я думаю, я так думаю, как народ. Мы десь можем, может быть, даже консолидованно какую-то позицию и что-то вам побажать. Ну, я от этого кілька речей сказал. Если нормальные народные базы, то это тоже нормальные. Значит, давайте так. Я зараз сегодня не депутат. Ви депутаты. Значит, пункт перший. По Гонтарову разбирайтеся, как только можете, и все ваша справа. Это ваша компетенция. Один маленький момент. Чтобы политические игры не перетворить на шкоду для государства, почекайте до 11 березня. Не так долго. Дочекайтеся тої наради в МВФ. Потому что с ней вели переговоры, и там до ней певная довера есть. Не робите это сегодня, завтра, не робите это в понедельник, чтобы не робите беды. Момент другий. Розберите, чому другий раз такая подстава от уряда, когда бюджетные законы другий раз подносятся под ялинку, или сейчас под заседание МВФ. Это другий раз подстава, что они будут приняты в слепу, без нормального рассмотрения. За такие нужно было бить по руках, только важно было бить по руках тиждень, або два тижни назад. Причем так бить, чтобы было очень больно. Сегодня уже фактично поздно. Ситуация, этот кредит, он действительно критичный. Его нужно отрабатывать. Сильно затягивать этот час не можно. Чи принимать его просто в слепу? Ну, напевно, нет. Но сделайте тогда безсунную ночь. Приймите в понедельник в первом читании, переночуйте в Верховной Раде, за ночь приготовьте до второго читания. В втором требуется все одно эти законы. Нехай под правильным, под чешеным, но нужно их иметь. Это сделайте. И наконец добиться, чтобы уряд не делал таких подстав на последний момент, чтобы могли действительно попрацелить нормальные законы. Верховная Рада должна работать, но когда уже подставлены под последний грань, под последний, тогда уже нужно принимать. Это можно добиться только, если коалиция просто-напросто отмолится выполнять незаконные требования к Абрину. Нет, не будет беды. Я хотел бы сейчас запитать членов коалиции, какие тут народные депутаты, чи они будут знову, как и 28 грудня, тогда минулого року, голосовать в порушение Регламенту Верховной Ради, закону Украины и в порушение бюджетного кондексу и снова будут голосовать в первом читании и в целом, без процедуры первого читания. Будете? Вы будете голосовать за это? Ну, тогда никогда в жизни такого не было. Никогда такого в жизни не было. Никогда не голосовали так. У меня еще один вопрос к Владимиру Милову. Вопрос на самом деле важный. Есть ли вероятность того, что в дополнение к той войне, не объявленной, которую Россия сейчас ведет против Украины, добавится еще новый раунд газовой войны? Да, мы видим сейчас, что какое-то напряжение новое пошло на этом фронте. Видимо, Путин оценивает так, что какие-то другие меры по дестабилизации обстановки социально-экономической и политической Украины недостаточно работают. Видимо, вот он дал поручение Газпрому вмешаться. Мне не кажется, что это сейчас приведет к каким-то большим проблемам, потому что зима кончилась, сейчас уже холодно не будет. И это не та ситуация, когда даже с Европой могут возникнуть какие-то практические труды. Если бы в январе было, как в 2009 году, это был бы другой разговор. Так что сейчас они будут... Ну а если останемся вдруг без газа, останемся и без цвета? Еще раз. Ситуация... То есть пик потребления зимой, он пройден. Сейчас Украина, ну давайте не забывать, что она и сама добывает, и вообще-то могла бы добывать больше. Это отдельный вопрос к вашему правительству. То есть это больше игра, чем какая-то угроза? Украина вышла на реверс по совершенно другим мощностям, чем раньше могла это делать. Но сейчас не то время, все, уже будет тепло. То есть вот кризиса как такового газовых поставок, ну Газпром не сможет спровоцировать, поэтому ругаться они, конечно, будут. А зачем тогда они это делают? Зачем они угрожают, что не сегодня, завтра отключат газ? Ну так, Путин решил, что какие-то его меры давления на Украину не работают. Там пошел этот бегунок там Миллеру АБ. Прошу усилить давление, значит, на ваших партнеров. Еще одна тема, что этим его ребятам, сепаратистам, нужен газ. Вот они зашли... То есть получается, что на фронте немножко успокоилось, чтобы заставить украинскую... На другом? Да. Или напугать европейцев, которые могут лишиться поставок? В том числе, они, видите, они психологически их давят по разным направлениям, что вот мы сейчас в Китай уйдем, вот мы там якобы Южный поток отменили, хотя ничего они не отменили, это тот же самый трубопровод будет строиться, да? То есть психологически... Нет, конечно, ну маршрут тот же самый, и объем тот же самый, да, что был под названием Южный поток. Только через Турцию вечер. Что они хотят сделать? Они хотят активизировать своих друзей в Европе, которые сейчас начнут массово вычтут, ой, нам надо срочно мириться с Путиным, потому что мы замерзнем без российского газа. Ну, это старая тема, у них куча таких союзников, там, да, на Европейском Союзе, да, поэтому они, конечно, тоже хотят... Что-то меняется в этом смысле или нет? Знаете, после того, что Путин за последний год натворил, ему крайне трудно сейчас сделать действительно какой-то пропутинский фронт, который вслух бы говорил. Вот все, что он может, это съездить в Венгрию к своему другу Орбану, да, и то, я, честно говоря, не вижу каких-то больших результатов, там, на следующий день после его визита Орбан в парламенте потерял конституционное большинство. Не-не, ну, насправді в Европе меняется. Сегодня уже три країни Евросоюзу, Угорщина, Чехия, Греция, вони фактично займают пропутинский фронт. До речи, в Международном валютном фонде заседание по Украине мало бути 6 березня. Через те, не проголосували необходимые законы, заседание МВЕ перенесли на 11 березня. Сегодня в Международном валютном фонде целый ряд стран, в частности, страны БРИКС, выступают против надания Украине кредиту. Больше того, я вам открыю небольшую таемницу, значит, эти 17 млрд долларов кредиту, которые мы должны получать от Международного валютного фонда, первый транш должен получать 10 млрд, которые мы должны получать буквально сейчас у березня. Проти 10 млрд долларов выступают и некоторые европейские страны, очень влиятельные. Кажут, мовляв, досить 2-3 млрд. На самом деле, если мы сразу получаем 10 млрд, это и курс гривен стабилизирует, и, возможно, золото-валютные резервы пополнят, и так далее. Что касается газа, за максимумительными оценками, мы должны выйти из земли, и запасами газа в сховищах, где-то порядка 5 млрд кубометров. Сегодня у нас в сховищах почти 9 млрд кубометров газа. То есть, умовно скажу, согласитесь, что Господь хранил Украину этой зимой, да? Господь завжди в Украине допомагает. Завжди. Потому что сотни ростов против нас воюет Россия и не может сдолать. Почему? Потому что на нашем боке правда, и на нашем боке Господь Бог. И в этой войне мы тоже переможем. Потому что мы боремся за свою землю. У меня вопрос к коллеге Волошину как международному эксперту. А у него у вас есть микрофон, да. А вот скажите, что там в ООН сегодня происходит? Вы понимаете? Потому что коллеги мне говорят, что никаких новостей из Нью-Йорка нет. На самом деле их и не может быть. Понимаете, дипломатия отрабатывает свой номер. Есть какая-то обязательная программа. Это, кажется, 32-е или 31-е заседание Совбезуон по Украине. Франция почему-то вдруг обозбудилась. Ну, на самом деле есть определенный прогресс. Мы это должны признать. То есть некий такой прогресс в плане уменьшения интенсивности в их действиях есть. Они хотят это как-то быстро зафиксировать для того, чтобы как бы ну, потому что есть страх, что Россия как бы соскочит. Потому что было же всегда резолюция Совбеза, которая поддержала Минские соглашения. Сейчас уже начинается то, что господин Милов говорит. Начинаются разговоры там внутри Москвы. Мне надо дожимать. Зря мы опять пошли. Уже второй раз. Зря мы подписали Минские соглашения. Надо дожимать. Поэтому, естественно, французы... Обстреливают Авдеевку, концентрация сил в управлении Мариуполя, да? Ну, вот. Есть риски эти. Поэтому французы, как посредники, они сейчас хотят схватить просто Россию за руку и сказать, так, ребят, вот соглашение, оно как-то выполняется. Давайте дальше. Какие проблемы? Какие претензии? То есть, на самом деле, это очень техническая такая игра, потому что Оланд и Меркель очень много положили авторитета собственного на это соглашение. Поэтому, кстати, по газу. Германия ключевая страна. Если Германия не скажет, да, есть газовый кризис, газового кризиса для Европы нет. Что бы там ни кричал Орбан и все остальные, ничего, Газпром без позиции Германии сделает. А Меркель сейчас Путину не доверяет вообще тотально. Вот это позорное газовое соглашение, которое у нас до сих пор не сюда в Хайше. Конечно. Она, Европа, мерзнет, давайте что-то делать. Сейчас Германия не будет на стороне Газпрома в этом конфликте. Евгений Алексеевич, вы задали за Мариуполь. Колько дней тому я звезти повернулся. Я хочу вам сказать. Значит, если даже будут отновлены, а скорее за все, ближчеством можно ждать атаки на Мариуполь с боку Новоазовска. Да, Мариуполь они не возьмут. Там надзвичайно сильно побудована оборона, потому что тривали часы из минулого года, когда в червне освободили Мариуполь, весь час всю оборону строили. У чем есть загроза, это обходы Мариуполя и оточение, создание Мариупольского котла. И вот тут керевництво Генерального штаба, Министерство обороны, Верховный Главный командующий, я переконанный, что они знают эту проблему и докладают эти усилия для того, чтобы решить эту проблему. Но тогда будет санкции нового. Они уже сказали, тогда будут я надзвичайно хочу, чтобы те, кто принимает решения, политические, военные решения, я переконанный, что они понимают, но важно, чтобы общество это понимало. Это, что мы сейчас имеем за тишину, нам рассказывают, мир, мир, на самом деле это не мир, на мове военных это называется операционная пауза. Вот террористы, российские боевики делают вигляд, что они проводят оружие. На самом деле они концентруют оружие для новых наступов. За всеми прогнозами, в том числе нашей разведки, американской разведки, ближайшим часом, десь, возможно, квитен-травень, возможно, восстановление активной фазы боевых действий. И очень важно, чтобы это тимчасовое затишье, операционную паузу, мы использовали для того, чтобы максимально смыслить свои позиции. Кстати, в российских средствах массовой информации, в тех российских средствах массовой информации, которые занимают, скажем так, доброжелательную позицию, по отношению к Украине, сейчас появилась такая тема новая, что Россия рассчитывает разными способами раскачать политическую стабильность в Украине. Безумовно. Например, вызвать массовые акции протеста. Слушайте, Рады, Кабинеты министров, администрации президента, потому что все это работает на руку Путину. Будь-яка дестабилизация в Украине работает на руку агрессору. Я не хочу говорить сценарии. Сценарии в Украине и зайдут мать на увазе, чтобы для того, чтобы это не произошло, нужно что-то изменять. Понимаете? А не просто говорить про то, что не призывайте, не закликайте, не сейте панику и так далее. Нужно что-то изменять. Потому что не сейте панику сколько угодно. Но когда человек бежит в обменник и остальные гривни свои выдают, чтобы дорог купить, потому что завтра не будет и этого, то ты можешь сколько хочешь по панику рассказать. Не будет слушать. А вы знаете, на сегодняшний день у нас другая проблема в северной местности. Я езжу по селам по своим, смотрюся. На село приходит в среднем 80-90 повесток. Из них вручают 10. Идут реально 3. Божанья воювати в украинцах нет. Теперь объясните мне, пожалуйста, шановные народные депутаты, каким образом вы собираетесь втримать агрессию в России без тех, кто будет воювать. А можно сказать, почему нет божанья? Она имеет божанья воювати, потому что держава, держава украинская не хочет воювати. Народ, яка же хочет воювати. А когда люди видят, что им походят повестка, а олигархи, их глава сельрада, я конечно ездил на машине за миллион гривен, так и ездил, так? То почему он должен идти воювать? Понимаете? А вот, если будет введен военный стан, если все олигархические предприятиярства будут працювать на военную промышленность, если будут военные и податки на найбогатші веста населення, и когда они будут введены, что военный стан, заставят детей и олигархов воювати, понимаете? А когда они бачат, только им походят? Если мы будем воювати, давайте повернемося до того, что на сегодняшний день працюють Минские угоди. Погано, добре, но действительно, как это не было тяжело для опозиционного блоку, опозиционный блок чётко сказали, что мы поддерживаем позицию президента в этом вопросе. И мы, пан Ляшко, снова я повернусь к нему, в передней своей фразе сказал злодейский блок, а в следующей сказал про то, что мы должны быть единственными. Так, мы должны визначитись, что мы должны быть единственными, или один одного называть злодиями. Мы должны действительно объединять страну. Для того, чтобы ее объединять, нужна фаховая дискуссия, как сегодня сказал коллега. Нужно действительно понимание того, как мы будем выводить страну с кризи. А если мы будем закликать людей воювати, и не имеет значения, ездит голова селерады на машине за миллион гривен, или не ездит. Есть значение. Для людей есть значение. Понимаете? Для людей если молодая человек приезжает домой в труне, и встречает ее родители, ее родители, как это можно пережить? А если вы живете в европейской стране, где вы социализируете свою дежаву, это людское жизнь. Будь-якие идеи, не варту людского жизни. Пане Скорик, когда вы паразитуете, расскажете про людину в труне, то я вам хочу нагадать, что благодаря вашей владе больше 100 людей на Майдане в труне пішло. Я не тот пассажир, чтобы вы меня не знали. Я хочу нагадать слова Винстона Черчилля, легендарного британского премьера. Наша мета, наша цель мир, дорога до неї через силу. Если мы будем слабки, Путин не останет референдумы, меморандумы, декларации. Единственное, что останет Путин, это наша сильная армия, консолидация общества, сильная украинская экономика, сильная и успешная украинская государство. Когда нужно воювать, значит, другого способа не надо. Как наши дни в одесских катакомбах воювали до 1943 года. Стояли против румынских фашистов, против немецких фашистов, а таких пацифистов, как вы, расстреливали за то, что вы подрывали фронт и подрывали безопасность Украины. Поэтому сегодня Украина ведет в Украину. Я вам расскажу в Украину. Вы скажете в Украину. Хватит рассказывать про одесские катакомбы. Вы память этих людей ветеранов уничтожаете. Память этих людей ветеранов, которые сражались в одесских катакомбах, если вы уже такой знаток истории. Если вы такой знаток истории, вы память этих людей уничтожаете. Який я знищил памятник. Назвем и мне хоть один приклад. Крем Ленина. Ленина в Северодонецку валил. Катакомбы не памятают. Астрахань брал, Казань брал. Господа, привези маршрую примеров. Господа, можно секундочку внимания? Я могу привезти маршрую примеров, когда вы издеваетесь над памятью ветеранов. Давайте секундочку внимания. У нас все издевает. Это не со мной будет. Это не со мной будет, господин Лешков. Может быть, наоборот. Печальная новость поступила. Она, правда, не подтверждается. Пока источники очень серьезные. В Москве застрелили оппозиционного политика Бориса Немцова. Какие ужасы. Человек, который был другом Украины. Я надеюсь, что эта новость не подтвердится, но источники очень серьезные. Мне уже, пока вы здесь шумели, уже несколько человек прислали смски. Это ужасно. Я предлагаю почти минуту молчания. А давайте все же будем надеяться, что это неправда. Давайте подождем. Давайте подождем. Но источники очень серьезные. И это, конечно, если это так, то это очень обо многом говорит. мы не должны допустить то, что происходит в России, и чтобы это происходило в Украине. Мы не имеем права сегодня разжигать национальную рост, мы не имеем права сегодня разжигать межпартийную рост, и уж тем более мы не имеем права делать так, так, чтобы на наших улицах вот тот вирус, вот тот ген ненависти, который витает в облаках, витает в воздухе, превратил... Спасибо. Спасибо за эти слова. Мы должны заканчивать. Давайте на... И продолжим на следующем время. Спасибо. Спасибо.